Это прекрасный город Это наш сын Никита Людочка, ты не видела мои таблетки от сердца? А это моя мамочка, Софья Павловна С Ирочкой мы знакомы уже год Она стюардесса Людочка, чудесная мать, хозяйка и жена А Ирочка удивительная, прекрасная женщина Главное, чтобы они никогда не встретились Людочка, чудесная мать, хозяйка и жена Людочка, чудесная мать, хозяйка и жена ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ну и погодка. Да. Разрешение на вылет подтвердили? Подтвердили. С Богом, будем взлетать. Девушка, подскажите, пожалуйста, витковский кефир 2,5% где у него стоит? Я не знаю, посмотрите там. Может быть, еще остался. Вон там. Ага, спасибо. Да, кефир взял. Что еще, помидоры? Девушка, а еще есть такой кефир? Если на булке нет, то значит закончился. Может быть, вечером завезут. Ну, возьмите любой другой, они все одинаковые. Нет, спасибо. У меня муж только этот кефир пьет. Что-то не так? Нет. То есть, да. Кажется, кажется, я рожаю. Ирка, у нас ЧП. Ага. Там у беременной схватки начались. Господи, только этого не хватало. Какой у нее срок? Я не знаю. Так пойди узнай. Может, сложные. На всякий случай опроси пассажиров. Может, врач есть. Ну, давай, иди узнавай насчет врача. А я пилотам сообщу. Да, Галька. Нет, нормально все. В магазине была пакеты тяжелые. Вот ты запахалась. Что? Миша сегодня приезжает, пирог затеяла. И охота тебе вот в такую погоду три часа у плиты скакать. Вот ты бы купила все готовое. Три минуты в микроволновке и все дела. Нет. Это нехорошо. От этого никакой ни пользы, ни вкуса, ничего от этого нет. И Миша не любит. Ну, конечно. Вот ты разбаловала его. Мишенька то, Мишенька сё. Да я же все равно не работаю. Ай, надо что-то делать, понимаешь? А то так совсем без дела. И потом, мне это не сложно. А вот ты бы вместо того, чтобы по магазинам бегать с утра до вечера, да за продуктами стоять в очередях, ты бы собой бы занялась. Ладно. Ты чего звонишь? Ну, я по поводу сегодняшнего вечера. Давайте соберемся вечерком у меня. Жорка уехал в командировку. Давайте устроим девичник. О, сейчас. Весь на телефоне, ладно? Сейчас, подождите. Алло, Маш? Ну, давай, проезжай. Ну, проезжай. Слушай, Галка, у вас на подъезде тут такие пробки. Маша, ну я же по записи. Ну, Маша. Я с твоими салонами с работы вылечу. Да ладно. Расстанутся они со своей королевой бензоколонки. И потом. Ты в салон едешь не просто так. Там тебе маникюр сделают. Пока мной занимаются, тебе сделают маникюр. Я уже договорилась. Нет, я пас. У меня через час заказ в центре. Знаешь, что, возьми Людку. И вот на ней свои эти эксперименты и проводи. Да? Людку? Да, да. Ты иди. Сейчас. Не клади трубку, ладно? Сейчас, подожди, Маш. А, алло, Люд. Люд. Ау. Алло. Пойдем со мной в салон. Пойдем. Давай мы тебе бровки выщипаем, масочку сделаем. Нет, нет, нет. Ты знаешь, у меня очень много дел. У нас ЧП. У пассажирки начались схватки, она будет рожать. Опа. Ты уверена? Может, ложные схватки? Уверена. Она кричит. Придется возвращаться. Тихо. Во-первых, успокойся. Во-вторых, пока я буду запрашивать экстренную посадку и делать крюк, она все равно родит. В-третьих, прямо под нами сейчас проходит грозовой фронт. И самое оптимальное, что мы можем делать, это оставаться на этой высоте. Миша! Разворачивать самолет в подобных погодных условиях считаю нецелесообразным. Предлагаю вам, вместо того, чтобы обсуждать решение командира экипажа, немедленно проследовать в салон к пассажирам и приступить к выполнению своих прямых обязанностей. Прошу вас, приступайте. Хорошо. Постерпите немножко. Сейчас мы приземлимся и отвезем вас в больницу. Иди, ничего. Ненавижу. Девушка придется встать и пройти в бизнес-класс. Подожди, мы же должны вернуться. Командир экипажа не хочет возвращаться. Он хочет домой. И велел не обсуждать его решение, а заняться своими прямыми обязанностями. То есть ты хочешь сказать, что мы сами должны? Девушка, ну что вы сидите? Пройдемте, пожалуйста. Ирина, я же ничего не помню, как эти роты принимать. Не ешь. Так толстый. Мам, чего ты суетишься? Это же простая училка. Все, заказ. Не смей так разговаривать. Вообще, иди лучше в свою комнату, посиди там. И не выходи до тех пор, пока я тебя не позову. Ты понял? Да. Здрасте. Проходите. Свет перегорел. Миша приедет, починит. Проходите. Здрасте. Нелисов, виделись уже? Проходите. Никита сказала, что вы приходите, и я пирог затеяла. Но он еще не подошел. Может быть, чаю? Не откажусь. Вот, с печеньем. Спасибо. Вы в прошлый раз ели, вам очень понравилось. А, да, да. Вы даже рецепт попросили у меня. Людочка, ну вы прекрасная хозяйка. Ну, знаете, не идут ли вот эти ваши домашние хлопоты в ущерб воспитанию, Никиты? Вчера у нас был тест по английскому языку. А, вот. Вот тетрадь Никиты. Взгляните. Ну, не знаю, может, у него нет способностей к языку. Вы знаете, у меня тоже с английским были проблемы. Ну, способность у него, как у всех. А вот, вы знаете, старания, усидчивости и желания нет. Хотелось бы, чтобы вы обратили на это внимание. Ну, и успеваемость-то это еще полбеды. Простите за прямой вопрос. У вас с мужем все в порядке? Что? С мужем все в порядке. А, ну да, конечно. Да что вы. Понимаете, ребенок всегда очень чувствует, когда в отношениях родителей что-то не так. И это сказывается на его поступках. Да, это не наш случай. У нас все хорошо. Да, я поговорю с Никитой. Поговорите. Никита! 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 Это что такое? Почему ты мне ничего не рассказал про контрольную по-английскому? Живого места нет, все красным перечеркнуто. Ты мне говорил, что ты учил. А я учил. Так. Хорошо. Где хоть один правильный ответ? Ну, там так все запутано. Я не понимаю. Ах, ты не понимаешь? Значит, надо сесть и разобраться. А не доводить до того, чтобы мать отчитывали. Да, разобраться. Сама ничего не понимаешь, я должна разобраться. Ах, хватит хамить. Взял моду с матерью, как с подружкой разговаривать. В свою комнату учиться. Быстро в свою комнату. Ой, я весь в отца. Уважаемые пассажиры, говорит командир экипажа. Сообщаю радостную новость. За время полета на борту нашего самолета стало на одного пассажира больше. У пассажирки Натальи только что родился сын. Вот сволочь, как поздравь, так пожалуйста. А как в аэропорт вернуться, так нет. Даже себя не послушался. Что значит, даже меня? Ну ладно. Можно подумать, никто не знает, что выяснили. Пожалуйста, вводим. Спасибо. Пожалуйста. Так, ну это что такое, а? Я же тебе сказала, пока не сделаешь уроки, никаких мультиков не будет. Ну я их всегда смотрю. Я же сказала, пока не сделала уроки, никаких мультиков. А потом я эти уроки еще и проверю. Не груби матери. Люда, а Миша, ведь кажется, сегодня возвращается из рейса. Да. Ну? Что? Солянку уже приготовила, пирог, папуста мясной испекла. А кефир витковский купила? Нет. Как? Ну, представляете, прямо передо мной закончился он. Нет, ну, Люда, ну ты прекрасно знаешь, что у Миши больной желудок. И именно витковский кефир ему так нравится. Ну? Ну нет, ну что делать? Сушь Павловна. Что? Я куплю ему кефир. Когда? Вечером. Я сбегаю вечером в магазин и куплю. Поразительно, поразительно. Как мы умеем и любим все важнейшие дела оставлять на последнюю секунду. Поразительно, молоко. Ой, простите. Ой, ну денек сегодня. Ладно, я пойду на маршрут. Пока, пока. Ириша, Ириша, ну подожди. Ну подожди, ну... Ира, ну ты чего дуешься? Из-за беременности, что ли, из-за этого? Это ж нормальная ситуация абсолютно. Ну, не штатная, но нормальная. Слава богу, все жив, здорово. Да? Да. Ты понимаешь, что все, что угодно могло случиться, этот ребенок мог умереть у меня вот на этих моих руках. И ты очень, очень грубо со мной разговаривал. Прости меня. Ну что, может быть, десерт? Ни за что. Я и так толстая. Ты толстая. Ну не говори глупостей. Какая ты толстая. Ну, посмотри на себя. Хорошо. Тогда предлагаю выпить вина. За нашу очаровательную воздушную акушерку. Да. Милая, если ты больше ничего не хочешь, я предлагаю посчитаться. Миша, а тебе обязательно сегодня ехать домой? Ну, в общем, да. А что? Может быть, ты сегодня останешься со мной? Милая. Я тебя понимаю. Я рано или поздно поговорю с Людмилой. Ты никогда не поговоришь с ней. Ты знаешь, сколько мы уже встречаемся? Сколько? Триста шестьдесят три дня. Каждый день ты мне говоришь, что будешь со мной. Каждый раз все равно уходишь. Людмила знает, что я сегодня вернулся из рейса. Ну, как я могу не появиться дома? Ну, посуди сама. Ну, придумай что-нибудь. Ты же хочешь, чтобы я тебя простила? Очень. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да? Ой, Миша, представишь, телефон дома оставила. Фу, ты еще и не приехала? Когда приедешь? Не приедешь? Какие неполадки? Да ты что? О, Боже. Ну, там ничего серьезного? А, угу, 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 угу. Ну, слава Богу. Да. Ну, просто я тебя сегодня ждала, Миш. Соскучилась. Нет-нет. Да все хорошо. Конечно, хорошо, да. Ну, значит так. Да, до завтра. Позвони. Поверила? Поверила. Знаете, теперь ты мой на целую ночь. Никому тебя не отдам. Ну, тебя уже... Ну, ты успокойся ты. Ну, починят они этот самолет. У меня он в такси все время что-нибудь скрипит, шуршит. Ничего есть уже. Ты сравнила такси и самолет. Вообще, такси остановила и пошла, а самолет... Остановила? А если у тебя тормоза отказали? Я посмотрю, как ты его остановишь. У меня, между прочим, работа попасть не будет, чем у... Ой, ой, ой. Вот, кстати, переживаешь, а он там развлекается. Машка. А почему нет? Ну, ты злая какая. Да ладно. Ну, Миша, это же Миша. Миша не такой вообще. Да, мало ли что бывает. Девочки, давайте выпьем. Вот мы так редко собираемся вместе, чтобы посидеть, поговорить. Это со своими ночными сменами все время. Ты это к плите приклеенная с утра до вечера. Забыли, как зажигали? Забыли, как зажигали? Забыли. Почему? Я помню. Ты ее пачкает, закал. Иди к нам, иди к нам. Иди к нам, иди к нам. Ты это кунь, да? Иди к нам. Девушки отдыхают. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я хочу каждое утро просыпаться с тобой и кормить тебя завтраком. Угу. Я тоже этого хочу. Ну почему, если мы оба этого хотим, ты не можешь так сделать. Ты меня что, не любишь? Ну что ты так как говоришь? Я тебя очень, очень, очень люблю. Тогда разводись. Зачем обманывать ее и себя? Скажи ей правду о нас. Хорошо, я скажу. Когда? Скоро. Потерпи еще чуть-чуть. 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 Ну... И... Спасибо. Мои самые любимые. Ну потерпи еще немного. Скоро все будет так, как я обещаю. Ну да. Я все жду-жду. Уже скоро целый год, как мы вместе. А все по-прежнему. Сейчас ты меня посадишь в такси. Потом ты поедешь к ней. Она тебя накормит. Потом ты можешь снять в постель. Негодяй. Как красиво. Хотите, я нарисую ваш портрет? На нем вы всегда будете такой, как сейчас. Молодой, красивой и счастливой. Хочу. А может, нас вместе? Нет, я тебя прошу, пожалуйста. Иди сюда. Ну иди сюда. У нас даже ни одной фотографии совместной нет. Хотя бы так мы убьем вместе. А вы хотите быть вместе всегда? Ну конечно. Разве не видно? Мы любим друг друга и хотим быть вместе всю жизнь. Тогда ваше желание сбудется. Только есть правило. Какое правило? За все надо платить. Вы не беспокойтесь. Деньги у меня есть. Да. Я не это имел в виду. Заплатите не вы, а она. И не за портрет, а за свое желание. Это в каком, простите, смысле? Получив что-то, как правило, что-то теряешь. Что это и будет то-то? Да. Тогда я согласна. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Знаю я все. Был бы этот художник и правда волшебник. Но он псих. Да даже если и псих. Я бы все на свете отдала, чтобы быть твоей женой. Чтобы быть сейчас там, на ее месте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИИРАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ 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 Шеф, до затоны. Прошу. Не хочу тебя отпускать. Милая, на мне еще машину от ресторана забирать. Ну, я же тебе говорил, давай завтра днем поговорим, а? Какая была ночь, а? Я тебе обещаю, что у нас таких ночей будет еще много. Шеф! Ира, возьми вещи, выйди из машины. Ты о чем? Что случилось? Значит, это подруга твоей жены. Теперь она знает, что у нас роман, и все расскажет своей жене, да? Я надеюсь, что нет. Люда с ума сойдет. Так, ты сам собирался ей все рассказать. Удачи тебе. Это не то, что ты думаешь. Я прошу тебя, я умоляю, пожалуйста, не говори ничего, люди. Я сам ей все расскажу, хорошо? Я клянусь тебе, что расскажу ей все сегодня сам. Хорошо, я проверю. Если ты не сделаешь этого сегодня, завтра она узнает это от меня. Козел. Ай-эн. Ю-эм. Ви-эм. Правильно? Не знаю. Наверное, нет. Спросил папу. А если он и сегодня не придет? А я дома уже. Здорово. Привет. Привет. Ну что, отнеси сумку в спальню, помоги отцу. Как? Чего? Долетели. А, нормально. Все хорошо. Пахнет волшебно. Ну чего? Чем будешь угощать? А что за неполадка там такая была? Это все исправили. Нашли, все починили. С английским проблемы. Ага. Меня в школу вызывали. Ну так хорошо. Нет, ничего хорошего. Я бы позанимался с ним. Обязательно позанимаюсь. Обязательно. Нет, нет, нет. Считай, что я сам у ужасный племянник в мире. Пожалуйста, пожалуйста, пусть на этот раз все будет хорошо. И мы, наконец, с Мишей будем вместе. Люда, мне тебе надо кое-что сказать. Да, что-то с работой? Ай, не совсем. Так, спокойно. У меня есть другая женщина. Она работает в стюардессе. И прошлую ночь я провел вместе с ней. Шутишь? Конечно, шутишь. Ай, думаешь, я начну тебя ревновать? Люда, я серьезно. Да перестань ты, Миша. Если бы у тебя был роман, я бы об этом уже давно узнала. Знаешь, женщины это чувствуют, такие вещи. Люд. Миша, я устала, ты устала. Давай спать, Миша. Ты же вздумал. На, она сейчас расти, мордасти, рассказывать. Действительно, прости. Чего я? Ну вот кто это? Так поздно. Маш, ты чего? Ну что, этот козел тебе все рассказал? Какой козел? Твой. Он тебе рассказал про любовницу. Что? А ты откуда? Да я видела его сегодня. С какой-то размалеванной дурой у меня в такси целовались. Извини, я сейчас не могу с тобой поговорить. Людка, вложи ему там хорошенько, чтобы в следующий раз изменять нечем было. А значит... Нет, это правда. Позволь мне все тебе объяснить. То, что она видела, это она больше себе нафантазировала, придумала. Это не совсем правда. То, что... Ну, в принципе... А значит... Правда? Нет. О, Господи. Люда. Ой. Люда. Какая сволочь. Люда, я... Просто предатель. Нет. Да как ты мог? Как ты мог? Люд. Людочка, дорогая, ну подожди, позволь, позволь я тебе все объяснить. Не трогай меня. Чёрт. Люда, а гав только где? Я так не могу и не хочу уходить. У меня тяжёлый рейс. Ты хоть посмотри на меня. Люда, между мной и Ир... Между мной и этой женщиной, это было один раз. Ну, это же ничего не абсолютно не значит. Нет. Ну, как хочешь. Я Никиту в школу отвезу. А зачем тебе всё это? Миша любит Наполеон. Давно просил, а я... Всё никак. Ты совсем с ума сошла? Он тебя изменил, ты ему тоже. Он теперь подумает, что ему вообще всё можно. Нет. Нет, я не говорю, конечно, про развод. Но можно же с ним не говорить три дня, дать понять, что ты обиделась. Я не обиделась. Я его простила. Ты что? Он её не любит. Может, у них ничего и не было. Ага. Конечно. Они книжки друг друга читали на ночь. Слух. Галя, мы десять лет женаты. И ни разу, ни разу Миша мне не соврал. У меня нет повода им не верить. Это вот, конечно, страшно наивная, да? А он, естественно, этим пользуется. Так, стакан муки. А ты меня не слышишь, да? Ты никого не слышишь, да? Глухая ты, да? Он тебе изменил! Кто кому изменил? Ваш Мишенька. Да, Галь, ну перестань ты, ну! Кто? Миша? Софь Павловна, Галя шутит. Так, не шутит. Ну, рассказывай. А что рассказывать? Машка его подвозила в своей машине с какой-то девахой. Он сам потом признался. Ты скажи, ты скажи! Да, ну, Софь Павловна, успокойся, вы присядьте, ну! Да нет, я не верю. Люда, что это? Софь Павловна, все в порядке, правда. Да, Миша не мог! Я сама с ним поговорю, и я все выясню. Софь Павловна, пожалуйста, не надо. Вам нельзя нервничать, Софь Павловна. Зачем ты это сказала ей? Зачем? Сейчас придется скорую вызывать. Ну, Галя, у нее же сердце. У нее нет сердца. У нее эти, нервы. Ну, как все прошло? Ты ей сказал? Угу, да. Значит, мы можем больше не прятаться и ничего ни от кого не скрывать, да? Ириш, дорогая, я поговорил с Людмилой, и она, она очень сильно расстроилась. Так? Она плакала. Хорошо. И ушла ночью из дома, я испугался за нее. И я так думал, у нас все в прошлом, что, в общем, никакой любви уже нет, и осталась одна привычка. А оказалось, что, в общем, я не смог. Ириша, ты ей собрал, и все останется по-прежнему, да? Ира, милая, я тебя очень люблю, не злись, пожалуйста. Давай потерпим еще, ну, чуть-чуть. Миша, ты мне обещал, ты обещал, что ты все решишь. Я не смог. Ах, ты не смог? Да, я не смог. Тогда я сама. Что ты сама? Ира, погоди, Ира, Ира. Очень хорошо. Просто замечательно. Вот он в машине, прекрасный такой, целуется с какой-то девушкой. А ты, дура такая, готова его простить, да? И ее заодно, наверное. Нет, ее бы я убила. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, алло, говорите. Не понимаю, о чем это нам с вами разговаривать? А? Приедете? Ну, я не знаю, через час. Ну, да, адрес, конечно, знаете. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Это она? А о чем я с ней буду разговаривать? Очень хорошо. Вот ты объяснишь этой красотке, что ты не позволишь ей разрушить твою семью. Оля. Я боюсь. Да, я вас так себе и представляла. В общем, я не совсем понимаю, что вы хотите вообще. Сейчас поймете. Дело в том, что мы с Мишей любим друг друга и встречаемся уже почти год. Если быть точной, 364 дня. Как-то странно. Миша мне говорил, но он сказал, что с вами у него это был только один раз. А, ну, конечно, вы же рыдали и с дома убежали. Естественно, он так сказал, чтобы вас успокоить. Видите, я даже это знаю. Вы поймите, Миша вас больше не любит. Он любит меня. А вы ему неинтересны. У него семья, сын, ну, и, в общем, есть какие-то вещи. Это очень важно для Миши. Было важно. Сейчас ему важно совсем другое. И не надо себя обманывать. И не надо все усложнять. Если ты его любишь, просто отпусти его. Потому что ты счастлив, он будет только со мной. Невероятно. Целый год, а я ничего не замечала. Ты совсем не знаешь своего мужа. Ты врешь. Этого не может быть. Это просто невозможно. Я тебе не верю. Я прошу покинуть мой дом. А это не твой дом. Это Мишин дом. И скоро здесь буду жить я. Год, понимаешь? Год он меня обманывал, а я... в самом деле дура. Русский дура. Ты ничего не замечала, правда? Нет. Вспомни. Ничего. Вообще ничего. Ну, опаздывал немножко, задерживался. Так он же говорил, что у них просто предполетные подготовку усилили, какие-то проверки все время. Ну, я надеюсь, ты этого ему не простишь? Нет. Нет. И что, Галь, теперь разводиться, да? Ой, боже мой, разводиться, конечно, разводиться. А Никита как? И на что мы теперь будем жить? Ой. Давай сделаем так. Ты сейчас позвонишь этой козе, и вы завтра вместе рулите в аэропорт, и Миша устраивайте очную ставку, и чтобы он при вас сказал, кого он больше любит, с кем он хочет остаться, и кто ему нужен больше всего. И все станет на свои места. Вот так. Да перестань. Ты что, думаешь, что-то получится? А почему нет-то? Почему нет? Вот все скоро станет ясно, и я вот, я с твоего определителя списала ее номер, звони. Зачем? Затем. Все в хозяйстве пригодится. Звони. Алло. Ирина. Это Людмила. Ты так уверена, что Михаил выберет тебя? Ну, конечно. Миша с тобой живет только ради ребенка, поверь мне. Ты просто смазливая, избалованная малолетка. Новую игрушку захотелось. Да что ты про меня знаешь? Сидишь в своей кухне между плитой и холодильником, успокоилась и думаешь, что так будет всегда. Ой. Да, милый, ты прилетел? Ирочка, милый, только что приземлились. Привет. А я еду тебя встречать. Правда? Здорово. Сходим куда-нибудь? Ну, конечно, любимый, скоро увидимся. Целую тебя, родная. Все понятно? Или что-то еще надо объяснять? Тебе он, как я понимаю, не позвонил. Ты дрянь. Мерзавка какая. Дай. Да нет. Что ты делаешь? Дай мне телефон мне. Ты что творишь-то? Ах-х-х! Ах-х! Девушки отдыхают Где это я? Это не я Ну, то есть я Ой, это не мои руки И не мои ноги Не мои Ну, это же невозможно Ну, конечно, нет Ну, значит, я сплю Конечно, это сон Страшный сон Кошмар Ой Скорее бы проснуться И вообще Где я? Так Похоже на больницу Ну да Точно больница Так Что я здесь делаю? Надо успокоиться Взять себя в руки И вспомнить Все по порядку Я пекла Наполеон Нет, это было раньше А при чем тут Наполеон? Всякой ерундой Голова забита Нужно сосредоточиться На главном Кефир Я забыла купить Витковский кефир Миша Я встречалась С Мишиной Любовницей Да Мы ехали в машине В аэропорт Он позвонил Он позвонил ей И мы попали в аварию Нет, это не сон Это не сон Я просто умерла Нет Дышу Я дышу Там Там Мое тело Я Вижу свое Тело Я Я умерла, да? Нет Что вы Вы попали в аварию Но отделались царапинами И обмороком Вы себя Хорошо Сейчас чувствуете? Она 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 Забрала Вот Мое Вот это Тело Успокойтесь Успокойтесь Я сейчас Я сейчас Врача позову Врача Вот сюда Сейчас Врача Ты Вставай Ну давай Просыпайся Слышишь Отдай мне Мое тело Дура Малолетняя Отдавай Ира Иди сюда Ты что Ты что делаешь? Миша Это я Мишенька Посмотри на меня Это я Со мной Все хорошо Я очень люблю Миша Погоди Это же Это же Бред какой-то Вы как в одной машине оказались? Что Люда там делала? Что вообще случилось? Миша Случилось что-то очень плохое Тебе Тебе кажется Что я Ира Да? А она Твоя жена Но это не так Это я Скажи всем Что я твоя жена Миша Тсс Тсс Ирюшечка Успокойся Ты перенервничала Наверное Посмотри на меня Ты Ирина Стивардесса А она Люда Моя Жена Да Да Да, милая Да Люда Людочка Дорогая Люда Это я Миша Я Да, дорогая Это 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 Ирина У нас не все в прошлом Я только тебя люблю Посмотри на меня Людочка Дорогая Я тебя люблю Я не Люда Это Я А это Я Слышишь ты Украла мое тело Как это произошло Это ты украла Это ты украла Ты украла Верни мне его Верни Да что с вами обеими Я понять-то не могу Вероятнее всего Это посттравматический синдром Вы думаете это нервное? Ну, точнее можно сказать Только психиатр Ага Доктор Ну, вы-то не думаете Что они Обе С ума сошли А? Простите Я не психиатр Вот Вениамин Витальевич Отличный специалист Прекрасный диагност Он поставит диагноз И если потребуется Назначит схему лечения Погодите Ну, вы разве не отпустите их Сегодня Жену мою Коллегу Только после консультации Вениамина Витальевич А если они будут Продолжать утверждать Что они Телами поменялись Тогда что? Ну, тогда придется Их обеих положить В клинику Уверяю вас Современные психиатрии Подобные случаи Известны Так что не волнуйтесь Вылечим и ваших женщин Я не его жена Я его жена? А он считает Я любовница Это ты во всем виновата Слышишь, ты Я? Да Ты отобрала мое тело Верни Молодость, красоту верни Сначала ты мне Отдай мое тело На! Кому оно нужно? Набор морщин в целлюлите Ух ты, тварь, малолетняя Я сейчас Да, ну-ка Ну-ка Вы что, с дурением? Вы что, быстро скажи ей Что я твоя жена? Миссия, пусть вернет мое тело Значит так Затклились обе Я не знаю, что вы задумали Но я только что говорил с врачом И он меня предупредил Вас обоих ждет Консультация психиатра Слушай, ну мы правда Обменялись телами Да Я? Это она А она это я Ага, ага Вот вы обе это Психиатру и расскажете И тогда ты лишишься работы А ты лишишься сына Потому что конец жизни Вы проведете Обе В психушке Совсем опалаумели Мне сказали, что вы обе Не чужие Этому человеку Да Я его Любовница Она любовница А я жена И вас зовут? Людмила Меня зовут Людмила А вас? Я Ира Ира, любовница Стюардесса Да Хорошо Очень хорошо Расскажите что-нибудь о себе Ну что Собственно Рассказываюсь Все очень Обыкновенно У меня есть Два брата Один 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 брат И один Дядя А у нее дядя актер А брат все Никак не может найти работу Вы понимаете Я же обманутая жена Должна все знать Про свою Счастливую соперницу Вот Дядю зовут Илья А брата Павел Здрасте Ирка Господи Ну как ты А мы переживали Как ты выглядишь Вот Наш артист Даже идти побоялся Говорит А вдруг я ее не узнаю Ну ты же его знаешь Скажите А когда ее Можно будет забрать домой По моей части Проблем нет Если ее Лечащий врач Не возражает То пожалуйста И вашей жены Это касается тоже Там же Никита Никита сынок Какой сынок Подожди Тебя наверное в больнице Обкололи чем-то Вот тебе и мерещится Ничего скоро пройдет Пойдем домой Никита Не надо выяснять это с шеи Ты хоть понимаешь Что ты сделал А если она Инвалидом останется Какой-то крех Ну а то что берешь Да наплевать ему Он может быть Он может всю жизнь Об этом мечтал Галя Вот что вы такое несете А Я всю жизнь любил Только свою жену А моей семье Такое Все в полно Удивить тебя Я не хочу Уйди Врача позвольте Софья Павловна что? Уйди сказала Иди Софья Павловна Папа Папа Это правда Что мама Из-за тебя Попала в аварию Боюсь что Правда сынок Я ее расстроил сильно И она разнервничалась Вот и А может ты с ней помиришься Меня она прощает И тебя прости И все будет как раньше Я постараюсь Думаешь он выберет тебя Потому что ты молодая И красивая Ну и Дура У нас семья У нас ребенок Миша очень любит меня И очень любит Никиту Поэтому ничего у тебя не выйдет Тырочка А это кто? Здравствуйте Здравствуйте, Эльберт Что-то случилось? Примите мои соболезнования Ваш отец был мужественным человеком И несмотря на всю тяжесть болезней Он ушел достойно Я сегодня же улетаю в Москву На какое число назначена похорона? Игорь Робертович Дело в том, что похороны состоялись два дня назад Два дня назад? Как это возможно? Ваша мать распорядилась Не отвлекать вас от экзаменов Мне очень жаль Что-то вы ее духи Зачем же вы приехали? Дело в том, что, как вам известно Ваш отец завещал свою компанию вам В связи с этим Созвано экстренное совещание совета директоров И вам, как новому владельцу компания Мне необходимо на нем присутствовать Вот оно как Передайте совету директоров Что я окажу честь их собранию Только когда посчитаю нужным На правах владельца компании Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что ты мне сказал идти домой? Я пришла домой Ира Субтитры создавал DimaTorzok Миша Сейчас сюда придет моя мама Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Стой, ты Ирина? Нет. Ты Ирина? Ты Тасяга, да? Да нет. Ты даже не вздумай больше ко мне приближаться. Проваливай отсюда! Галя, стой! Галя, стой! Галя, стой! Я так не прогнала! Я еще не могу сказать куда-то! Ты омолчи, ни о чем ты нажала мне завести. Проваливай отсюда! Вот все меня гонят! Никто даже в этом уже не хочет по человеку! Галя! Мы с тобой дружим 25 лет. Мы 10 лет сидели за одной партой. Помнишь, у тебя есть фотография, где у меня такая смешная короткая дурацкая челка, а у тебя зубы как у кролика. Смешно. Мы вчера были вместе на кухне, и эта малолетняя дрянь позвонила мне при тебе, а я что делала? Что? Шинковала капусту для пирожков. Но если бы я была не я, откуда бы я могла про это узнать? Мы же вдвоем были. Да. Но Люда могла рассказать это Мише, а Мишка рассказал тебе. А не мог Миша мне этого рассказать. Мы не доехали до аэропорта, мы попали в аварию, поменялись телами каким-то образом. Ага. И теперь я это она, а она это я. Господи, вы поменялись телами. Ну теперь ты мне веришь? Да конечно верю. Я же сошла с ума, сижу тут и верю изо всех сил. Такое уже может быть, да? Возможно такое или нет? Вам как такая счастливая мысль в голову пришла взять и поменяться телами? А это ты, Галя, во всем виновата. Я? Да. Потому что ты придумала эту очную ставку. Слушай, не наезжай на меня. Вот я сейчас сижу и с трудом терплю, что какая-то малолетка в моем собственном доме сидит и хамит меня на моем собственном диване. Понятно? Галя? Галя? Я так хочу увидеть Никитку. Можно? Милая, ну прости меня. Я понимаю сколько тебе пришлось пережить. Я обещаю, это больше никогда не повторится. Ну, я все понимаю. Понимаешь? Да. А что ты понимаешь? Видишь это лицо? Ну да. А эти руки видишь? Ну конечно. Люда, Люда, родная моя, хорошая. Ну не плачь, прости меня. Прости, я люблю тебя. Я тебя так люблю. Любишь? Да. Меня? Ну конечно. Ты же жена моя. Ты мне самый родной, самый близкий человек. Жена, значит? Да. А ту девушку, стюардессу, значит ты уже не любишь, да? Я тебя прошу, Люда, пожалуйста, ну забудь ты раз и навсегда. Она больше никогда не появится в нашей жизни. Я тебе обещаю. Вот сволочь просто. Ты думаешь, что я твоя жена? Чего это? Ошибся, милый. Я не твоя жена. Вот опять. Я Ирина, твоя любовница, которой оказывается не было никогда и не будет. Ух ты, Никита! Никитка. Никита, Никита, ты чего-чего? Это знакомая твоей мамы. Здоровайся. Здрасте. А вы не знаете, когда моя мама из больницы выйдет? Скоро, Никита. Очень скоро. А еще твоя мама, она тебя очень любит и очень по тебе скучает. А давайте ужинать. Давайте, Никита. Никита, ты будешь с макароном? С сыром? Да. О, мои любимые. Так моя мама готовила. Галя, как ты? Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Дорогие друзья, идем в свою комнату, будем есть и мультики смотреть. Мама, можно? Ну, можно. А как же уроки? А? Ну что, совсем пошли, пока она не передумала? Ура! Галя, ты понимаешь, он же будет считать мамой ее, эту дрянь. Ну, мы придумаем что-нибудь, что-нибудь особенное придумаем и вы поменяетесь обратно этими телами. И придумаем очень скоро что-нибудь. Придумаем очень скоро. Скоро? Когда скоро? Мне даже ночевать негде. Ну, будь к Богу, честное слово, ты как неродная. Люда! Вот этот очень хороший. Зачем? Это же не мое лицо. А, да, тебе этот не подходит. Это после 35 лет. Да я не о креме. Зачем мне ухаживать за ее мордой? Пусть у нее хоть нос отвалится. Эта гадина забрала у меня мужа, тело. Мой сын меня не узнает. Она всю жизнь разрушила, всю. Ненавижу ее. Так ты ей отомсти. Как? Ну, для начала можно побрить ее на лысу. Да. Потом вот здесь и вот здесь сделать неприличные татуировки. Добавим пару-тройку шрамов и обязательно несколько переломов. Галь, что ты делаешь? Ну, мне же больно, Галя. А, нравится быть молодой да красивой. Ты нравится, да? Давай, вставай. Вставай. Давай. Вставай. Посмотри. Посмотри, как повезло. Посмотри на лицо. А какая шея? А плечи? А талии? А бедра? А ноги? А это что? Галка! Да будь у меня такое тело, оно будет головой. Если у меня была такая фигура, я бы тогда... Ох, я бы тогда... Слушай, давай я заманю молодую красотку. Мы с ней из окна вместе выкатнем. Получится у меня так же, как у вас. Ну дура, ну вот дура же. А что? Мы тогда с тобой на пару. Ах бы мы повеселились. Ах бы мы показали тело мужика! А-а-а-а! А-а-а-а! Ночью в гостинице. Лучше билет на поезд и... И вот. Да. А я смотрю, вы без меня не скучаете. Здравствуйте. Знакомьтесь. Это Ирина, моя подруга. Мы познакомились в парикмахерской салоне. Сегодня мой муж Георгий. А-а-а, очень приятно. Галина, можно тебя на минутку? Конечно. Я сейчас. Михаил, а ведь ты так и не объяснила мне, что произошло. Почему ты привез Люду из больницы? Разве ей нечем проконсультироваться с врачами? Что случилось? Мам, ну поверь, ей здесь будет лучше. Привез и привез. Ба, да ты чего? Если маму выписали, значит она совсем здорова. Вот именно. Почему она тогда к завтраку не вышла? Это из-за тебя, да? Ты что? Ты не помирился с Людой? Давай не при ребенке, пожалуйста. Люда просто отдыхает. А давайте я ее разбужу. Я могу ей, например, завтрак в комнату принести. О! А вот и Люда. Людочка, доброе утро. Мам, давай я с тобой поухаживаю, а? Тебе плохо, Люда? Я не плохо. Очень плохо. Ой. Миша, я не вернусь. Вернись домой. Мама волнуется. Никита ждет. А какая разница? И вообще, что вам всем от меня нужно? Да что? Потом такое... Папах! И... Ну, вот как будто молния пробежала. Да, что-то очень похоже. Девочки, вам надо это повторить. Что, катастрофу? Нет. Молния. Пам! О, бред-то. Во-первых, молния нас убьет. А во-вторых... Да хватит тебе жрать-то. Ты мне всю фигуру испортишь. Девочки, раз вас молния не устраивает, придумайте что-нибудь другое. Хорошо? Или, может, вы уже меняться не хотите? Ну, правда, я очень хочу меняться. Я очень хочу меняться. Ты видела эту задницу? Ой. Скоро она мне такую же отрастит. Зато у меня совесть чиста. Я с чужими мужьями не спала. Ха-ха-ха. Да кому ты нужна? Старая жирная корова. Ты, пожалуйста, не забывай, что сегодня я в твоем теле. А ты сегодня жирная корова. Вот слушайте, хочу вам сказать. Ну, почему бы вам все всем не рассказать? Вот все всем и рассказать. Ну, я же вам поверила. Я вам поверила. И Миша поверит. И все. А так неизвестно, как вы еще долго пробудете во всем вот этом. Неизвестно же ничего. Ну, уж нет. Я совсем не хочу, чтобы вот к этому привыкали. Но мы и сейчас не можем ничего придумать. Ну, не можем же. А так бы раз рассказали все всем. По-честному. Мы бы с Мишей подтвердили. Нет. Для нас лучше, чтобы никто ничего не узнал. Поэтому ты будешь жить у меня, а я буду жить у тебя. Пойдем. 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 Пойдем, малыш. Пойдем. О, боже. Что со мной? У тебя похмелье. Я где? Тебе уже с работы звонили. Надо срочно ехать в аэропорт. А что, у меня разве не отпуск? Нет. У тебя рейс в Лондон. Нет, это невозможно. Возможно. Ты что, хочешь, чтобы тебя с работы уводили? Да. Так. Сейчас тебе пил принесу. О, Господи. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Каль, они меня заставляют идти на работу. Нет, это же невозможно. Я не знаю даже, как себя вести. Каля, господи, это исключено. Они хотят лететь меня в Лондон, а я же никогда не... Хорошо. Ты права. Ты, как всегда, абсолютно права. Я попробую. Другого выхода у меня нет. Ну, вот вы садитесь сюда, наверное. Тут свободно же. Ир. Да, это сама... Ты иди, пожалуйста, объявление сделай. Какое объявление? Ир, что с тобой? Иди, блокнот в шкафу. А, в шкафу. Иван Григорьевский Мама, кто это придумал? Извините, я сейчас разберусь. Ты что творишь? Сядь туда и мешай. Сядь. Уважаемые дамы и господа, мы рады приветствовать вас на борту нашего воздушного судна авиакомпании Russian Airlines, выполняющего рейс по маршруту Москва-Лондон. Время в пути 3 часа 30 минут. Просьба занять ваши места, привести спинки и кресел в вертикальное положение и пристегнуть ремни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Похмели? Помолчи, ладно. А ты как думала? Это тебе не 20 лет. Отряхнулась да пошла. Ой, кошмар какой это, дороже. Я думала, хуже уже не будет. А это надо что-то делать. Я просто так не выдержу. Людка, думаю, тоже. Как она там летает? На работу вместо тебя пошла. Опа. С ума сошла. Ее же уволят. То есть это же меня уволят. Из-за нее. Угу. 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 Простите, пожалуйста. Вы знаете, если пятно сразу застирать теплой мыльной водой, то ничего не останется. Поэтому давайте снимайте, и я сейчас застираю. Угу. 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 Я тебя просто не узнаю. Ну, нельзя же так. Ну ты бы сказала, что не можешь работать, ну раз ты уже вышла. А, слушай, тебе правда плохо? Ладно, сиди здесь, мы без тебя справимся. Спасибо. Ты извини, что я так. Господи, ну зачем я в этом писалась? You want water or juice? You want water or juice? Water or juice? Water or juice? Томатный juice? Ты же знаешь, я терпеть не могу томатный сок. Так вы говорите по-русски. Тогда что вам, яблочный или может что-то еще? Прекрасно выглядишь. Все такая же красивая. Я скучал по тебе. Извините, мне надо работать. Water or juice? Water or juice? Ну и кто этот красавчик, с которым ты болтала, ты его знаешь? Нет, не знаю. Ты его не знаешь или ты делаешь вид, что ты его не знаешь? Ну что, тебе лучше, ты до дома доберешься? Может, тебя проводить? Да нет, спасибо, я сама. А, ну сама так сама. Ладно, чао, я на маршрут. Привет. Что? Ириш, ну, я прошу тебя, прости меня. Ты как? Спасибо, отвратительно. Слушай, ну, прости, ты же понимаешь, столько всего навалилось, и все это замотался туда-сюда. Я скучал по тебе, да? Ты не против? Давай съездим куда-нибудь вместе. А как же твоя жена? Она разве не ждет тебя дома? Ирка, ну, перестань. Ну, ты же знаешь, ты для меня единственная в жизни. Даже так? Я никуда с тобой не поеду. Ириш, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, умоляю тебя, ну, погоди, не злись. Девушка вроде бы ясно дала понять, что никуда с вами не поедет. Это кто такой? Я могу тебя подвезти? Да. Давай. Куда тебя отвезти? Не знаю. Все равно. Поедете? Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, Игорь Розверович. Здравствуй, Томас. Принеси нам, пожалуйста, для начала вина. Как обычно? Да. А вы что, знакомы? Немного. Господи, как тут все дорого. Ты же с ума сойти можно. Ир, что с тобой? Все в порядке? Да. А что? Ну, просто ведешь себя немного странно. Разве? Почему? Ну, ты задаешь такие вопросы, как будто не знаешь, что это мой ресторан. Знаешь, я вообще почти не пью. Просто сейчас я так нервничаю. Это все из-за аварии. Что за авария? Я об этом ничего не знал. Я. Попала в аварию. Понимаешь? И стала совсем другим человеком. Ну, а сейчас с тобой все в порядке. Ты хорошо себя чувствуешь? Как раз сейчас я себя, по-моему, очень хорошо чувствую. Мне, по-моему, надо выйти домой. Мой. КОНЕЦ 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 Алло! Калка, привет! Это я! Вот я вся изнервничалась. Люда, ты где? Пока сама не понимаю. Но, по-моему, я в квартире бывшего любовника, любовницы моего мужа. Да ты что? А он кто? Молодой, красивый, богатый? Он тебе нравится? Ой, нет, подожди, подожди. Так ты у него? Ты с ним, в смысле, вы с ним, вы, ты... Калка, я не помню. Это ужасно, но я вообще ничего не помню. Ка, стоило изменять мужу своему, чтобы не помнить, было что-нибудь или нет. Я помню, что мы были в ресторане. Потом я зачем-то встала. Он хотел меня поцеловать. Поцеловал? Ну? Да? Калка, я не помню. Все сокрушилось, и я вообще ничего не помню. Ну, ты маленькая, что ли? Ты просыпаешься утром у мужика, а? И не можешь сказать, было что-то или нет? Все, я не могу говорить Гале, пока... Люда, подожди, говорю! Люда! Ой, смешная. Никогда не любила имя Игорь. Мне нужно уйти. Куда это? За продуктами. Только я не поняла, за какими. Так вон на холодильник. За руколой. Руколы нет у нас. Да. А я решила на диету съесть. Мне надо каждый день есть салат из руколы. Угу. И вообще... Сам куда собрался? Я? На работе. Угу. У тебя сегодня выходной. А надо кое-какие бумаги подписать. Угу. Тебя, кстати, подбросили до магазина? Бумаги, понятно. Не надо мне никуда подбрасывать. Я пешком пройдусь. Да, мама. Я только что приехал. У меня были дела. Обычный тон. Просто твой интерес к моим делам меня немного удивляет. Зайдет, когда будет... Так. У тебя новая жизнь. Пока. И новый мужчина, который по уши в тебя влюблен. Который себе очень нравится. Поэтому сейчас ты просто возьмешь и пойдешь к нему. Иди к нему. И не бойся. Пошла. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Простите, мне очень надо переговорить с Ириной. Возникли вопросы по работе, а она не подходит к телефону и не отвечает на звонки. И поэтому я... Простите, а это что, какое-то новое бедение? Вы о чем? Ну, то, что теперь пилоты, оказывается, лично навещают молоденьких загулявших стюардесс, навещают их на дому. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нет, ну, мне просто интересно. Я раньше такого не встречал. Это что ж получается? Нет. Одно дело, если по личному вопросу. А вы в курсе, что Ирина часто не ночует дома? Простите, я даже не знаю, как вас зовут. Мне очень надо поговорить с Ириной. А, вот, наверное, и она. А вы кто? Люба, ты что здесь делаешь? Ты же в магазин пошла. Это моя жена, Людмила. Очень бы хотелось переговорить с ней. С Ириной. А, ну, она дома не ночевала и на звонки не отвечает. Так, ясно. Осталось выяснить, кто ее видел последним. Все видно, я. Она вчера из аэропорта уехала с каким-то молодым человеком. С каким? Высокий, красивый, на хорошей машине. Она его, наверное, на лондонском рейсе зацепила. Э-э, дамочка, дамочка, вы куда, а? Прости. Слушай, там в верхнем ящике фотографии. Фотографии в комоде я хочу ему показать. Спокойной. Ну, достань, ну, пожалуйста. Ну, Павлуша подушку, ну, достань, ну, прошу тебя. Ты что, следила за мной? Ты как здесь оказалась? Ты как вообще в эту историю впуталась? Объясни мне. Он. Он. Ну да, он. Только не он. Что ты? Только не Игорь. А этот вот твой новый, ну, новый, он правда такой красавчик? Да? Ты себе не представляешь. И, судя по всему, очень даже не бедный. Угу. Только он же любит Ирину. Понимаешь, ее, а не меня. Ну, какая, ну, какая разница? Ну, что ее, меня, какая разница? У тебя такая возможность начать новую жизнь в новом теле, с новым мужчиной. Другая бы на твоем месте вообще передумала поменяться. Ой, какая разница, думала-передумала. Все равно это не получится. Ну, как сказать. Вон, Ирка, нашла уже колдунью, которая поможет поменяться. Да? А что надо делать? Что, что? Для начала прийти к ней. Ну, с Ирой, естественно, вместе. О, скребется. Вот только подумай о ней. Сейчас ты сама у нее все спросишь. Привет! Ты… Да как ты посмела? Ты… Ты спала с ним? Я не… Ты украла мое тело. Ты еще подбираешься к мужчине, к единственному, который мне дорог, которого я… Значит, ты у меня украла Мишу, это нормально. А я тебе твоего Игоря должна оставить, да, фигушки? Вот побудь теперь на моем месте. Я никогда не буду на твоем месте, поняла? Миша полюбил меня. И Игорь тоже сейчас любит меня, меня, а не тебя, понимаешь? Ты старая кошелка и больше ничего. Все, все. Ну, все! Все! Хорош орать в моем доме. Ты с колдунью договорилась? А? Тогда руки в ноги и шагом марш меняться. Уже пора поставить все на свои места. Надоели, Уб, надоели! Знаете, а иногда ее не бывает дома по несколько дней. Вы будете здесь ночевать? Или, может, я передам ей то, что вы хотите ей сказать? Нет, спасибо. Я сам ей должен это сказать. А, понимаю. Секретная информация для внутреннего пользования. О! Может, это она? Здрасте, я... Мы знаем, знаем, вы, скорее всего, Игорь. И Ирина, вероятно, провела ночь именно с вами. Я хотел поговорить с Ирой. Она дома? Нет, как видишь. Мы тебя хотели спросить, где она. Ты же с ней вчера уехал. Она сама заходила со мной. Так, ну, поделись. Что было дальше? Ничего. Мы даже не успели поговорить. Да? Не до того было. Она исчезла, не сказав ни слова. Ребята, извините, что прерываю вашу беседу, но из разговора я понял, что из вас никто толком не знает, где Ирина. Так, может быть, вы поболтаете где-нибудь в другом месте? Да, раз ее нет, передайте, пожалуйста, ей цветы. Спасибо. До свидания. Погоди. Ну-ка, стоп. Постой. Погоди. Ты правда не знаешь, где она? Я уже все сказал. Ну, мало ли, что ты сказал. Послушай, юноша. Я не ее, Маша. Берите руку. Давай сразу определимся. Я не знаю, кто ты. Что ты с ней делал сегодня ночью? Но Ирина моя женщина. И у нас с ней все серьезно. Ясно? Ясно. Только знаете, что я вам скажу? У нас тоже с ней все серьезно. Я не вызывала Машку пока, потому что она про тебя еще ничего не знает. Так что вид токсином сегодня не светит. Это что такое? Ну, ты с ума сошла? Я на таком не поеду. Ну, просто не надо. Ну, катафалк какой-то. Ну, ты что? Ну, ты что? Ну, ты обижаетесь. Она просто не в себе немного. Не в себе? Вот именно. Немного не в себе. Только это скоро кончится. И уже через два часа тебя будут называть старой кошелкой. Поняла? И это ты будешь нянькаться со своей придурочной свекровью. И готовить обеды с утра на ночь на своему муженьку. Который, если я его брошу, то все равно найдет себе какое-нибудь развлечение. Ты поняла? Это будет твоя жизнь. Твоя. А я вот и такая прекрасная. Ты куда пошла? Стой! Стой! Ира, Ира, Ирочка, ну подойди же ты к телефону. Где ж ты шляешься-то, а? Ты с кем разговариваешь с ней? А? Где эта тварь? Люда, ну что ты такое вот несешь, а? Ненавижу ее. Просто прибью ее. Как ты можешь так говорить? Я тебя вообще не узнаю. Ты... Почему ты такая злобная стала? Почему ты эту несчастную Ирину проследуешь? Почему ты ее простить никак не можешь? Я даже у нее дома тебя застал. За что ты так ненавидишь, Ирину? Какой же ты дурак. Просто дурак. Я не могу ненавидеть Ирину. Потому что Ирина – это я. А... Это вот ваше вот это... Общее помешательство, да? Надо было тебя обследовать все-таки. Зря ты не... Да, и Людмилу тоже надо обследовать. Потому что у нее тоже помешательство. Знаешь, дорогой, ведь может оказаться совсем наоборот. Что мы с Людмилой говорим правду, а лечить придется тебя. Это в каком это смысле? Я – Ирина. В теле Людмилы. Я могу тебе это доказать. Ну, зачем сюда? Ну, откуда ты вообще знаешь про этот номер, Люда? Ты следила за нами? Я не Люда. Я – Ира. Слушай, ну... Я... Я так не... Я не могу так больше. Заткнись! Пожалуйста. Выслушай меня. Я – Ира. И я могу тебе это доказать. Ну, докажи. Сядь. Сядь. Вот. Просто сядь. Вот просто сядь. Просто сядь. Хорошо? Просто закрой глаза. И постарайся вспомнить, что было в тот день. Закрой глаза. Хорошо. Я постараюсь. Миш. А ты меня любишь? Очень. Миша. Миша. М? А ты женишься на мне? Обязательно. Давай. Спать. Миш, мне надо тебе кое в чем признаться. Угу. Только ты пообещай, что никому не скажешь. Нет. Потому что это очень большой секрет. Никому. Угу. Никому не скажу. Я хочу от тебя ребенка. Ура. Ага. Нет. Нет. А как? На как? А как? Нет. Это нельзя, это не может. А как? Нет. Нет, так не бывает. Миша, Мишечка, ну подожди, Миша. Миша, моя любовница в теле моей жены. А свою жену я выкнул из дому. И она провела ночь с твоим хакалем. Это, это... Миша, ну это истинка. Ну и по кузе, пожалуйста, я прошу тебя. Оставь меня! Миша. Миша. Фу! Фу! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Добрый день. Могу я вам чем-нибудь помочь? Да, скажите, а у вас есть вот это, ну, чуть-чуть побольше? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К сожалению, нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готов предложить вам вот эти платья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, давайте. А не слишком молодежно? Мне кажется, нет. То, что вы ищете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И это тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что бы вы хотели? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сделайте меня лет на 20 постарше. Постарше? Ну, или хотя бы на 10. У вас прекрасное чувство юмора. Я сделаю вам смоки-айс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, узнаёте себя? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы знаете, не совсем. Но мне нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Алло, Игорь. Да, это я. Я готова с тобой встретиться. Да, прямо сейчас. Ты прекрасно выглядишь. Ой, спасибо. Ты знаешь, я, я на самом деле хотела извиниться за, ну, в общем, за то, что было прошлой ночью. За то, что было? Или за то, чего не было? В смысле, не было? Да. Я просто вчера очень странно себя чувствовала, и я же вообще не пью. А вчера, наверное, это, может быть, вино в голову ударило. В общем, я ничего не помню. Ничего не было. И я спал на диване. Не было? Ничего? Слава Богу, Господи, значит, нас ничего не связывает. Ой, давайте я вам помогу. Давайте, давайте. Вот. Вот. Спасибо. Ир, ты правда так думаешь? Нас больше ничего не связывает? Игорь, я скажу тебе правду. Не знаю, как это объяснить, но дело в том, что я очень изменилась. Я стала совсем другим человеком. И я уже совсем не та женщина, которую ты любила, понимаешь? Ты очень мне нравишься, ты вообще замечательный. Не понимаю, зачем я все это говорю. И, в общем, я, наверное, пойду. Подожди секунду. Ты правда очень изменилась. Та Ира, которую я помню, всегда знала, чего хочет. Ну, вот, видишь как, а ты такая, какой я стала, я, наверное, тебе уже не понравлюсь, поэтому... Наоборот, ты нравишься мне еще больше. Ира, давай начнем все заново. Ты торопишься куда-то. Да, я очень... Мне надо очень бежать. Я, правда, очень спешу, поэтому ничего не выйдет. Очень жаль. Было очень приятно. Ира. А мои родители разводятся. Нашел, чем гордиться. Моя мама говорит, это самое худшее, что может произойти. Чего в этом плохого? Вон, печки наразвелись и ничего. Много ты понимаешь. Вот почему сегодня твоя мама за тобой не пришла? Ну, задержалась, обед готовит. Или в магазин пошла. А раньше что, не готовила? Вот, и это только цветочки. Никита, Никитичка, а что случилось? Ты почему один идешь? А вам, собственно, какое дело? Да. А ты что, меня не узнал? Я же, я подруга твоей мамы, помните, я вас обращала? Я помню. Здравствуйте. Да, здравствуйте. А хотите прямо сейчас пойдем мороженое есть? Хотите мороженое? Нет, нет. А тогда кину. Пойдемте кину. Мама говорит, что нельзя с чужими. Сейчас я говорю, в кино ходить. Да. Это мама все правильно говорит. Но я же не чужая. Ты же не чужая. Ты же не чужая. Никиточка, Никита. Мама. Никита. У тебя жизнь рушится. Ты тряпками какими-то интересуешься. Да, интересуюсь. Интересуюсь. Потому что если бы я и тряпками не интересовалась, я бы тогда точно свихнулась. Ненавижу ее. Да. А сама-то, сама-то. Ты чего тогда сбежала? Поменяли бы вас местами. И все отлично. И разошлись бы вы, как море корабли. Девушка-тюльпан. Ну ладно. Красиво. Красиво. Сколько стоит? Марка-тюльпан. О! Жена! Чем кормить будешь, жена? Миша, я тебе уже говорила, я Ирина. А мне все равно. Ирина, Людмила, ты же в оболочке моя жена, правильно? Ведь мне плевать, ты моя жена. А ты что, напился, да? Ты догадливая, а? Ты думаешь, легко иметь жену и любовницу, и которые поменялись телами, и это путаница большая получается? Ты всерьез думаешь, что я буду тебя жалеть? Да куда тебе? Так, есть не дают, я пойду спать. Ну что это? Это и есть семейная жизнь? Чума. Миш, спишь? Угу. Я понимаю, тебе сложно, сложно в это поверить, но мне еще труднее. Я была молодой красивой девушкой, а перескочила на 15 лет вперед. Пропустила самые интересные годы. И вот теперь, когда появилась надежда... Ну какая надежда? Мы можем поменяться обратно. Я нашла колдунью, которая сказала, что может это сделать. А Людмила не хочет, потому что ее устраивает новая жизнь. Моя жизнь, понимаешь? Угу. Ну а что ты предлагаешь? Я предлагаю убедить ее в том, что в ее теле ей будет гораздо лучше, чем в моем. И ты мне поможешь это сделать, понял? Я с тобой хотел встретиться именно на этом месте. Почему? Ну когда-то, много лет назад, я здесь своей жене предложение сделал. И что? Ириш, я к тебе очень хорошо отношусь. Мне казалось, что я люблю тебя. Казалось? А что, на самом деле ты меня не любишь? Ириш, я подумал, Людмила моя жена. Я не могу и не хочу ее потерять. Ты понимаешь? Так, а что теперь? Нам надо расстаться. МИЛИТМИЧНАЯ МУЗЫКА МИЛИТМИЧНАЯ МУЗЫКА МИЛИТМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну как же так? Ты же мне говорил, что любишь меня. Пожалуйста, не бросай меня. Пожалуйста. Я должен это сделать. Так лучше для всех будет. Понимаешь, Люд? Ира. Люд, значит ты все знаешь. И... Ира. МИЛИТМИЧНАЯ МУЗЫКА Врачи, обсловите. Врачи. Вопросы. Девушка, люди, врачи. Вопросы. Я прошу внимание, среди пассажиров есть врач или кто-нибудь с медицинским образованием. Что случилось? Отдыхается. Убрал самолетик, вот, проглотил пропеллер. Помоляю, помогите. Потерпи еще чуть-чуть. Держите его. Мне нужно зеркальце маленькое. Быстро нисипинцет. Быстро. Сейчас открою его ротико. Покажите горлышко. Я только посмотрю, не бойся. Так, сейчас, сейчас я попробую достать этот пропеллер, а если не получится, придется делать трохиотомию. Что делать? Быстро ниси нож, только острый. Продезинфицируй его хорошенько, тащи вату, бинты, тампоны, все, что есть. Да, и главное, трубку, желательно пластиковую. Вы знаете, что мы не имеем права оказывать такую помощь? Ты не врач, а что, если что-то пойдет не так? Я знаю, что я делаю быстро. Делайте что-нибудь. Запрокиньте и подержите. Так, потерпи чуть-чуть. Ой, ну, смотри. Все, спасибо вам. Господи, я вам так благодарна. Держите на память этот пропеллер и будьте внимательны, а ты играй осторожнее. Угу. Ой, ты эту тухлю потеряла. Что-то ты правда могла сделать эту трохиотомию? Могла бы, мне это не так страшно. Если бы ребенок перестал дышать, он бы коррестых ушей. Подожди, как это не страшно? Ты же даже виды крови боишься. Слушай, ну как я могу бояться виды крови? Я же врач. Ты врач? А когда ты там успела ставить? Ты... Слушай, Ир, не пугай меня. Знаешь, это очень длинная история. Дело как-нибудь тебе расскажу обязательно. Здесь я уже знаю, что твои родители разводятся, и папа улетит. Ничего он не улетит, и ничего они не разводятся. А вот и разводятся. Не разводятся. Разводятся. Вот и разводятся. Не разводятся. Не разводятся. Разводятся. Спорим? Я тебе покажу. О, вот и папа твой вернулся. Привет. Ну, ничего, ничего. Как чувствуешь себя, драчун? Нормально. Всего лишь дала твою придурку в глаз. Хорошо, дома разберемся. Поехали. Подожди, Никит, постой секундочку. Слышь, я подумала, может быть и попросить врача, чтобы он оставил его еще здесь на сутки. Не понял. Врач же сказал, что все нормально. А вот когда Людмила узнает, что ее сын в больнице, так она принесется сюда, сломя голову. А мы ее не пустим к сыну, мы еще скажем, что его здоровье угрожает опасность. А зачем все это? Вот только таким способом мы можем заставить твою жену поменяться обратно. Это наш единственный шанс. А колдунья сказала, что она поможет. Вот только нужно согласие твоей жены. Послушай, а ты уверена, что ваша вот эта вот колдунья поможет? Это... Па, а какая колдунья? Никита, вот я просила тебя подождать минуточку. Ну, минута уже прошла. Брат, погоди еще минуту, ладно? Давай. А про колдунью расскажете? Обязательно. Брат, погоди еще минуту. Привет. 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 Так, я не пила. Что она тут делает? Маш, Машуль, спокойно. Мы сейчас тебе все расскажем, и ты все поймешь. А тут ничего понимать, ее гнать отсюда надо. Галя, это та самая размалеванная дрянь, которая сидела у меня в машине и с Мишкой целовалась. Машуль, послушай. Я тебе сейчас такую Машулю покажу. Я тебе сейчас так из-за того хранишь глаз, я рада, мать не узнать, стерва. Машуль, остынь, остынь. Это Людмила в теле этой размалеванной дряни, которая у тебя в машине сидела, они поменялись телами? Галя, что ты несешь? Какими телами? Ну, вдохни у меня. Да перестань ты, Маша, мы не пили сегодня еще ничего. Галя, что она это сделает у тебя? Ты же говорила, что ни один нормальный человек, но ты не поверишь. Тише. Она еще вякает там что-то? Послушай, ты дрянь. Мишка, женатый человек, у него очень счастливая семья. Ты не дашь мне слово сказать? Нет, она еще хмыляется. Я себе пасла получу. Маша, Маша! Ты что, сдурела? Ты сама сдурела, никого не слушаешь. А что тут слушать? Да дать понаглой рожей. Маша! Она, это не она. Это Людмила, подруга твоя. Да! Иди сюда. Папа, почему я должен в этой больнице оставаться? Я не хочу. Так врач велел. И потом, это всего на один день. Завтра я тебя заберу. А я хочу сегодня. Давай так договоримся. Остаешься на сегодня, завтра в школу не пойдешь. Как тебе такая идея? Другое дело. По рукам? По рукам. Люд, я больше не могу. Вспомни еще что-нибудь. Ты хочешь сделать себе тату. На заднице, бабочку. Ты всегда ходишь в брюках. О, год назад, на 8 марта, Галка заставила тебя надеть юбку. А туфли я дала. У нас один размер. Что? Куда ты смотришь? Это не ее ноги. Мы сидели в ресторане. Потом ты отплясывала с музыкантом из оркестра и сломала каблук. На какой туфле? На правой. Это чей мобильный? Мой. О, Господи. А откуда она все знает? Она все знает, потому что она на самом деле есть Людмила. Понятно? Что? Что с Никитой? Где? Говори, адрес. Никитка, в больнице. Я с тобой. Теперь ты веришь? Я отвезу вас. Никитушка, Никитушка, что с тобой? Мам! Ишь ты какая! Ты здесь нашла? Что тебе нужно? Скажи мне, пожалуйста, что с ним? Я сразу найду. Я сейчас ему скажу, кто ты такая. И не смей преследовать нашу семью. Что ж ты за дрянь такая, а? Я сейчас охрану позову. Охрана! Никит, я сейчас. Ты специально настраиваешь Никиту против меня. Но имей в виду, сына ты не получишь. Я тебе его не отдам. Ты знаешь, ребенок будет сам решать, с кем ему быть, кто ему дороже. Но сейчас, пока ты гуляешь, ситуация складывается совсем не в твоем лесу. А я стала совсем другим человеком. И Никиту полюбил. Ты знаешь, когда он смотрит на тебя и говорит тебе, мама, у меня внутри прям все что-то переворачивается. Я подумала, может быть, если у нас так уж все сложилось, оставим все как есть. Может, навешать ей, а? Да. Вот как бывает. Получила новое тело. Красивое, молодое. Живи и радуйся. А не тут-то было. Даже родного сына увидеть не может. Галь, ты такая голубая, такая рассудительная. Ой, Маша. Люда. Люда, ты не передумала? Вот у нас такими нервами загремит в психушку. Точно. Я бы на твоем месте поменялась этими телами обратно, однозначно. Как обратно? Теперь обратно меняться уже? Теперь обратно меняться. Галь, я не понимаю. Объясни мне. Я не понимаю, как они до этого-то поменялись, а теперь обратно? А какой прок от этой красоты, если родной сын от тебя шарахается? Скажи. Меняться телами. Меняться однозначно. Была у них одна колдунья, ну, женщина. Мудрая. Загадочная. Она обещала помочь. Все бы было хорошо. А Людка сбежала. Зачем сбежала? Зачем сбежала? Спроси у нее, зачем сбежала. Зачем сбежала? Она сбежала, потому что Мишка решил остаться с этой Ириной. Так, я все равно не понимаю. Вот объясни мне, как теперь можно вот обратно поменяться телами. Объясни мне. Это... Девочки, я решила. Сейчас самое главное, не потерять сына. Это самое важное, что у меня есть. Важнее этого тела, важнее мужа. Я согласна. Будем меняться. Ну и слава. Маша, поехали, поехали. У нас впереди много тел. Я не понимаю. У нас впереди много тел. Не в землю стрелы втыкаются, а людей ломаются. Души вынимают. Слушайте, а вы, дамы, уверены вообще, что это поможет? Может, не надо про душу поговорить? Миша. Души вынимают. Вот жизнь разбиваю. Как бы те стрелы мимо летели на высокие ли, на гнилые болота, в лес сухой, чтоб сняло, как рукой. Ты причина всех несчастей. А, ну конечно. Вы позвольте, я за дверью подожду. Стоять! Если вы истинно простили друг друга, если вы и вправду хотите вернуться, да наполнится небо грозою, да снизойдут ваши души в прежние тела! А, ну конечно! Не верил я никогда и не верю во все эти приговоры, заговоры, ерунда все это полная. Вот от того, что ты не веришь, у нас ничего и не получилось, надо бы вообще в городе его оставить. Так, что мы теперь будем делать? Может, есть какой-то другой способ. Пойду у нее узнаю. Подожди, я с тобой. Люд, 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 ну минуточку. Слушай, а неужели ты не понимаешь? Ничего у вас не получится. Это судьба. Нам надо жить вместе. В конце концов, ты моя жена, я твой муж, и мы поэлементарно можем быть счастливы. Жить вместе ты, как тебе это представляешь? Меня сын боится уже, а твоя мама от одного моего вида в бешенство приходит. Слушай, это все ерунда полная. Сын привыкнет с мамой, я как-нибудь договорюсь, что явный плюс, у моей жены будет новое, красивое, молодое тело. Да? Да. То есть ты все сразу захотел? И жену, и любовь? Ага. Два в одном. А что плохого? Два в одном. Извините, пожалуйста. Извиняюсь. Нет, нет, мне очень приятно проснуться с такой девушкой на коленях, мечтая для любого стены. Еще раз извините. Так холодно. Давайте еще один плед принесут, а? У Жуков просто отбоя нет. Ну, хоть бы один прилично попался. Ну, может быть, ты просто меня там ищешь, а? Ну, да. Я бы корова мучала. Спасибо. Пока жена спит, выпьем коньячком на бутер-шафт. Извините, я на работе. Прилетим, позвони. Не пожалеешь. Ты представляешь? Жена спит рядом. Он мне сует свою визитку. Он назначает свидание. Еще говорит, не пожалеешь. Вы не сволочь. Нет, не сволочь. Козел. Ну-ка, покажи мне этого Казанова. Анатолий Аристархович? Совершенно верно. А с твоей подругой я, похоже, поспешил. Ты мне гораздо больше нравишься. А вы мне совсем нет. И запомните, раз и навсегда мы стюардессы, а не проститутки. И к нашей профессии я вас попрошу относиться с уважением. Да, конечно. У вас со стюардессы одно новое. Я же видел, как ты на коленке вот к тому мужику уселась. Толенька, что-то случилось? Нет, нет, ничего. Если не считать того, что ваш муж расстает стюардессам визитки, и ваше отсутствие назначает свидание. Что? Вот возьмите, пожалуйста, и проследите за вашим супругом хотя бы до посадки. Приятного полета. Ох ты, сволочь! Попалась птичка. Галка, выручай, а! Меня Игорь позвал на свидание. А я не знаю, что мне надеть. Да ни в кого я не влюбилась. Игорь, он хороший мальчик. Положительный. Надо же произвести на него хорошее впечатление. Галя, я все помню. Привет. Ой, ты прости меня, пожалуйста, за вчерашнее, просто я девчонок пригласила, и так все поняли. Ты уже все объяснила, не нужно делать это вот важно. У меня есть для тебя подарок. Не сверни я сейчас. Да, что случилось? Не знаю, помнишь ты или нет, но у твоей свекрови завтра день рождения. Да, я помню. Миша говорит, что ты всегда накрывала шикарный стол, а я готовить не умею. Вот я и хотела попросить тебя о помощи, чтобы ударить в кресло в солнце. Хорошо, я обязательно что-нибудь придумаю. Все, не могу говорить, я занята. Подожди, послушай меня. А ты где? А что за музыка? Рояль, я слышу. Знаешь что, это уже не твое дело. Ну, знаешь. Я знаю, где ты. Я знаю, с кем ты. Ты с Игорем, да? Это наше с ним место. Ну-ка уходи оттуда, быстро. Да ты не с кем исполнишь, что ты говоришь. Да, зараза. Она еще и сбрасывает. Так. Чего? Я знаю, где ты. Где тебя найти. Все в порядке? Угу. Ира. Я хочу, чтобы оно снова было твоим. Нет, нет, я не могу это принять. Оно уже твое. Оно всегда было твоим. Правда? Да. Игорь, ты знаешь, я должна тебе сказать, что после той аварии, про которую я тебе уже говорила, может так произойти, что я вообще никогда не вспомню некоторых вещей, в том числе и тех, которые были у нас с тобой. Нет. Нет. Давай начнем все заново. С чистого листа. Ты очень, очень красивая. Да. Да. Хорошо. Продолжение следует. Ну, что ты творишь-то? Не поняла. Ты о чем? Это колье, это он мне подарил. А я ему вернула, когда мы расстались. Значит так. Подарки принимать нельзя. И с Игорем встречаться тоже нельзя. Значит так, девочка, встречаться я буду с кем захочу. И подарки принимать, и все остальное тоже. А ты просто дура, если ты такого мужика не удержала. Стерва ты. Сейчас пойду, все ему расскажу. А, давай, давай. Он, конечно, сразу тебе поверит. Ты не обольщайся, потому что, скорее всего, он тебя примет за ненормальную сорокалетнюю идиотку. И, кстати, не сильно ошибется. Приди в себя. Тебе салаты надо учиться готовить, котлеты и все остальное. Праздник на носу. Я думала, ты ко мне за этим и пришла. Я не стану ничего готовить. А вот это зря. Миша расстроится, и Софья Павловна тоже. Я вообще, мой тебе совет, девочка, если ты хочешь понравиться мужчине, научись готовить. Извини, ради бога, просто какой-то сумасшедший день. Ничего, я ждал дольше. Господи, как мы с тобой могли расстаться, а? Это уже не важно. Мы же решили начать все заново. Ты забыла? Ну, поцеловалась и поцеловалась. Ну, что ты испугалась-то? С одной стороны, я вроде бы замужняя женщина. Но с другой, у меня новое тело и новая жизнь. Нет, Игорь, мне очень нравится. Такой внимательный, нежный. Я же его не знаю совсем. Ой, ты нашла чем удивить. Я по молодости помню, с одним так и не познакомилась. Сразу в бой. Ой, удовольствие получила, жуть. До сих пор не знаю, кого благодарить. Проститутка. Не завидуй, Маш. Я тебе до самой смерти не устану повторять. Тебе нужно замуж, 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 замуж. Хватит. Ну, или просто мужика хорошего завести. Хватит. Да. А тебе, Люд, слышишь? Я просто как ветеран любовного фронта тебе заявляю. Ой, ветеран. Все? Да. Так вот, как ветеран любовного фронта я тебе заявляю, все нужно брать в свои руки и проявлять инициативу. С твоей внешностью сейчас, с твоим телом, с такой фигурой из мужиков можно веревки вить и узелки морские завязывать. Людка, не поддавайся. Ты должна сделать это, Люд, хотя бы ради нас. Ради меня не надо. Надо. Вот сделаешь это, потом в подробностях расскажешь. Извращенка. Завидуешь, да? Ой, Маша. День рождения у Мишиной мамы. Отмечать его будет Ирка с твоим муженьком. А ты им продукты закупаешь. Еще, небось, у плиты будешь корячиться целый день. Рань, я просто перестраховываюсь. На случай, если все вдруг вернется на свои места. Ты же знаешь, какая София Павловна злопамятная. Она меня потом всю жизнь будет этим попрекать. Кого она и будет попрекать, так это Ирину. Пусть молодая хозяйка ей отдувается. Тебе это зачем? Я сначала тоже так думаю. Но если честно, София Павловна ни при чем. У нее праздник, зачем ей его портить? Ну, понятно. Короче говоря, это просто жест доброй воли. Ну да. Галь, у меня к тебе одна просьба. Ты пообещай, что не откажешь. Ну, говори. Помоги, пожалуйста, Ирине с готовкой. Особенно пирог с капустой. Это же мое коронное блюдо. Как я помогу? Готовить так, как ты, я все равно никогда не научусь. Галя, запомни, это несъедобно. Что там учиться? Я дам тебе рецепт. Ты сделаешь все, как написано, и всего делов. Ну, Людка, ты красавица. Правда? Да и не в том смысле. И вообще, если бы я не знала, что ты это не ты, никогда бы не согласилась. Но ты-то знаешь, что я это я. Как меня дразнили в школе? Гришка. Почему? Потому что ты тогда была еще Гришина. Галина Николаевна. Моя самая любимая подруга. Ладно, живи. Ну и что, если бы она голая была, тогда понятно, шухер. Ты что, идиот? Стюардесса. Спит в разгар рабочего дня, и эти фотки гуляет по интернету. У меня есть знакомый хакер. Я думаю, его можно попросить. И он без проблем уберет эти фотки из сети. У меня тоже есть знакомый хакер. О, утки. Алло, Ирка, ты где? Тебя тут Нина обыскалась. Давай, дуй скорее домой. Твои фотки в интернет выложили. Алло, Ира. Да, это я. Послушай. Тебя кто-то сфотографировал спящий во время рейса. Выложил эти фотографии в интернет. Вся компания в шоке. И шеф завтра тебя вызывает на ковер. Ты что, с ума сошла? Спящая стюардесса. Нет, ну, на фотографии она и правда хорошо получилась. Ты лучше. Я боюсь. Да не бойся ты. Посмотри, какая красота. Ты что? А вдруг им не понравится? Ну, Мишиной маме не понравится. Конечно, не понравится. Свекровь. А то и свекровь, чтобы вечно быть недовольной. Ну, в воспитательных целях, конечно. Алло. Да. Да отлично все. Мы столько еды приготовили, ты бы видела, Люд. Так, вы не забыли про капусту в кляре? Еще, винегрет. Винегрет. Ни в коем случае нельзя класть лук. Да я же говорю тебе, ну, все отлично. Просто прекрасно. Ты не волнуйся, ладно? Не переживай. Ну, не волнуйся. Я не волнуюсь. Иру, дай мне. Сейчас. Тебе. Да. Послушай, моя свекровь может быть довольно странной. Она, например, считает, что масло это зло. А я в пирог всегда кладу масло, но ей говорю, что нет. Поэтому, если она тебя спросит, клала ли ты в пирог масло, а ты говоришь нет. Ясно? Ясно. А мы не положили туда масло. Ира! Мы в пирог масло не положили. Масло? Господи, что будет? Что будет? Ты вообще соображаешь, что ты натворила? Это в лучшем случае уволят одну тебя, а меня просто понизят. Это в лучшем случае. А в худшем? Ты вообще подумала, что со всей нашей сменой может быть? Нет. Что ты молчишь? Ну, я случайно присела отдохнуть и совершенно случайно уснула. Ты была лицом авиакомпании так нас опозорить. Ну, ты же помнишь, какой был рейс? Все ужасно устали. Все очень нервничали. Ну, почему-то уснула одна ты. И теперь эти фотографии еще в интернете. Извините, пожалуйста, это больше не повторится. Вот сейчас ты пойдешь и это ему скажешь. Ну, кому? Начальнику! Нина! Ну, и что вы скажете, Ирина Юрьевна, в свое оправдание? Простите, это... Что это? Что это? Может быть, это фотомонтаж? Нет, вы знаете, это действительно я. Да, это вы. Это вы, Ирина Юрьевна. Причем на рабочем месте. Мне бы следовало уволить всю вашу смену. Чтоб другим не повадно было. Девочки, ни в чем не виноваты. Наказывайте только меня. Я знаю, что я с вами сделаю с Кварцова. Подойдите поближе. А вы читали в интернете комментарии к этой фотографии? Нет. В большинстве там написано, что стюардесса очень симпатичная. Правда? Да. И просят дирекцию позаботиться о своих сотрудниках, чтобы не так уставали. А вот еще письмо от благодарных родителей. Ведь это вы спасли ребенка на прошлом рейсе? Да, это я. Вот. Теперь я вас уволить не могу. Вы наша героиня. Поэтому я объявляю вам благодарность. И выплачиваю премию в размере трехмесячного оклада. Спасибо. Но это еще не все. А как не все? Вот эту фотографию вы должны поставить дома, чтобы все время помнить об этом инциденте. Простите. Простите меня еще раз. Мне ужасно стыдно. Вот теперь все. Спасибо. Большое спасибо. До новых встреч. Всего доброго. Ты? Я. Отойдем, надо поговорить. Что ты тут делаешь? Спасибо пришла сказать. Пирог, кстати, не очень. С маслом все-таки лучше. Хорошо. В следующий раз обязательно положу. В следующий раз. Я вижу, тебе нравится моя семейная жизнь. Тебе моя работа. От тебя, между прочим, зависит мое будущее. А ты ничего не знаешь, ничего не умеешь. Тебе придется постараться, иначе... Ты мужу пожалуешься. Что с работой? Ты справляешься? Я справляюсь. Потому что стюардесса из меня получше, чем из тебя мама. Как там Никита? Хорошо. Ведь его мамочка все время рядом с ним. Ир, тебя ждать? Нет, не надо. Ко мне просто тетя приехала. Прости. Пообщаться надо. Может, ты отпуск возьмешь за свой счет хотя бы? Я просила, руководство не отпускает. Говорят, не могут без меня справиться. Премию недавно выдали. Да нет? Да. Ну, до свидания. Ты столько глупостей наделала. Ты знаешь что? Я же вот так, как считаю нужным. Все, мне пора. Нет, не пора. Подожди. Подожди. Ну, куда ты? Ну, подожди. Ну, чуть-чуть подожди. Подожди, подожди. Подожди. Быстро в машину. А тебе не кажется, что сейчас ты не на своем месте? Ведь я жена Михаила. Если кто-нибудь увидит, это может показаться немножко странным. А ты что скажешь? А я лучше помолчу. Солей буду. Водка. Угу. Нравится сажать меня в лужу, да? Ой, извините, за мной приехали. Постой! Что она делает? Возьми себя в руки, если не хочешь выглядеть юмотом. Хочу! Я тебе о нем рассказывала, когда мы с тобой только познакомились. Это моя первая настоящая любовь. Я счастлив. Я счастлив за тебя. Нет, ну как она могла так поступить, а? А почему это тебя так волнует? Ты что, не понимаешь? Это моя жена! И что? Ты так распинался о своей любви ко мне? Обещал сделать меня самой счастливой девушкой в мире. И вот надо же, увидел бывшую с молодым мальчиком и крышу снесло от ревности. Прям... Подумайте. Да пусть она едет куда хочет. И с кем хочет. Имеет право на личную жизнь. У тебя с ним что-то было? Ай, как он утрас. Ты не придуривайся. У тебя с этим пижоном что-то было? Не хочу о нем говорить. Если он прикоснется к моей жене хоть пальцем, я... я его... я с ним сделаю что-нибудь. К жене, к жене, к жене. Останови. Останови, я выйду. Все, Шумафер, красный свет, приехали. Жена, привет ей. Вот придурок. Придурок. Игорь, смотри, какая прелесть. Знакомься. Хранитель тишины и порядка этого парка и покровитель Краффор. Здравствуйте. Руслан. Очень приятно, Людмила. Это шутка такая. Руслан и Людмила, конечно, я хотела сказать Ирина. Ирина, а можно его погладить? Конечно, можно. Не бойся. Можно даже проехаться верхом. Ты же с ума сошел, я не умею. Я очень боюсь. Если я предлагаю, значит, бояться нечего. Так, ножку сюда. Ручку сюда. Опа! Так, Игорь, все, мне страшно. Снимай меня, пожалуйста, отсюда. Все хорошо, привыкай. Ира, я давно хотел спросить, только ты не обижайся, почему мы расстались? Я чем-то обидел тебя. Я знаю, что сейчас это уже совершенно не важно, но я постоянно думаю об этом, пытаюсь найти ответ и как-то могу. А я не помню, правда. А, Варик? Но мне кажется, что если мы расстались, значит, на то были очень веские основания. Просто я не хочу, чтобы ты снова исчезла из моей жизни. Пойдем? Я хотел, чтобы ты вспомнила, как нам здесь было весело, когда мы вместе жили. Это были самые счастливые дни в моей жизни. Ира. Господи, что это? Это будильник, который ты мне подарил на день рождения, помнишь? Да. Да. Он остановился, когда ты ушла. Я думаю, теперь его можно завести? Да, конечно. Не могу больше, Игорь, сядь, пожалуйста. Садись. Это, чтобы я не упал? Да. Хорошо. Игорь, послушай. Я замужем. В это, конечно, трудно поверить, но у меня есть ребенок. И на самом деле ты любишь не меня, а только вот это. А за этим скрывается совсем другой человек. Давно потерявшая вкус к жизни несчастная домохозяйка. С неудавшейся семьей, с мужем-предателем и с сыном, которого я вот-вот могу потерять. Вот так. Ира, я не понимаю, зачем ты говоришь все эти глупости? Ну, это правда, Игорь. Ира, я не знаю, что с тобой произошло, но я очень люблю тебя. И я очень боюсь, если ты снова куда-то исчезнешь. Я не переживу этого. Ничего не понял. То есть я, в принципе, даже знаю, что вы мне можете сказать. Что одеваюсь я ужасно, готовлю плохо и в доме просто конь не валялся. Да валялся, валялся. Готовишь ты хорошо и... Ходи ты в чем хочешь. Люда, у тебя есть любовник? Что? Не бойся, не бойся. Скажи, скажи мне. Ты мне можешь сказать всю правду, потому что то, что Миша сделал, так предал тебя, связавшись с этой девчонкой. Конечно, конечно, но... Его тоже можно понять. Правда? Да, конечно, это ужасно, ужасно. Нет, понять нельзя, но... Ну, все же в твоих руках, Людочка. Все в твоих руках. Вместо того, чтобы о любовниках дома тебе нужно домом заняться, домом. То есть он не изменяет, а... А ты должна ждать, вот наше такое женское дело, ждать, терпеть. Борщ горячий на плите, рубашка выстиранная наготове. Потому что мужчина ничего так не ценит, как у тебя тут в доме, он ни на что его никогда не променяет. А ты, ну что ты делаешь? А что я делаю? Ты разрушаешь уют, ради которого он остался. Скажите, то есть я еще должна быть ему благодарна за это? Да. Надо сделать так, чтобы он не пожалел об этом. Ясно? Ясно. Очень все понятно мне объяснили. Только я вам так скажу, Миша ваш не золотой слиток, я себя не на помойке нашла. Так что, если бы у меня была возможность, я бы себе любовника хоть штук 100 завела, чтобы только вот уесть вас птичок. Пашка привил! Дай мне хотя бы чаю, женщина. Дам. К чаю печенье есть будешь? Конечно. О, пришел. Наверное, опять забыл ключи. Сейчас иду, открою тебе. Как раз вовремя, к ужину. Думайте, что хотите. Я останусь здесь. Может, милицию вызвать или лучше скорую? Не надо, Павлик. Ты иди пей чай, мы сами разберемся. Приезжай и забери свою жену. Я жду. Ир, ты успокойся. Ну, как ты себе представляешь это? Мы обе будем здесь жить. Хочешь, чтобы Лия с Павликом совсем с ума сошли? Они и так уже ничего не понимают. Ну, ты за их психику не волнуйся. Они кое-что в этой жизни повидали. Ничего, выдержат. Вообще, есть очень простой способ рассказать им всю правду. Вот и все. Да? Да. Ты себя на их месте представь. Ты бы в такое поверила? Да плевать мне. Вообще поверят. Они во что-то не поверят. Вообще надоело мне. Почему я всю жизнь должна такой думать о том, как бы их и не разволновать, их не обидеть? Кто бы обо мне подумал? А обо мне? Ты-то хотя бы своего добилась. Мишу получила, а я? Да не нужен мне твой Миша. Знаешь что? Нужен, не нужен. Детский сад какой-то. Вот сейчас Миша приедет и поедешь с ним, как миленькая. Да, я ему позвонила. А что? Зачем ты это сделала? Зачем ты? Кто тебя просил? Ты? Как вы мне надоели. Как вы меня достали. Алексей, просто я не хочу никого видеть и слышать. Ну, что мне ехать опять куда-то? Притворяться опять? Не надо меня останавливать. Искать меня тоже не надо. Сама запомни и Миша своему передай. Женщина, вы что, издеваетесь, что ли? Вам куда нужно ехать? Я-то не знаю. И я не знаю. Муж, что ли, бросил? А что, так заметно? Заметно. Угу. Ну, мой тоже меня два года назад бросил. Ушел к хорошей жизни. Так что, таких горемычных, как ты, заверстучую. Ну, ты это дело брось. От судьбы не убежишь. От себя тоже. От такого козла, как он, тем более бегать не стоит. Вон, пока ты от него бегаешь, всегда рядом будут. Что теперь делать-то? Плюнуть и растереть. Вот что. Ну, это легко сказать. Ну, конечно, трудно новую жизнь начинать в нашем возрасте. Собственно, я вам все уже сказал. Вакансий у нас нет. Так что... А если бы и была, то досталось бы не мне, конечно. Потому что я не похожа на этих молодых двадцатилетних, у которых ноги от ушей растут. Ну, ведь дело не в возрасте, ведь правда? Конечно, не в возрасте. Ведь вот вам сорок три. А вы любому молодому фору дадите. За последние два года у вас были романы с тремя сюардессами. Одна моложе другой. И сейчас вы продолжаете встречаться с одной из них. Совсем не похожа на монаха. Совсем не похожа на монаха. Интересно мне, как отреагирует ваша жена, если узнает, как вы пристаете к Ирочке Скворцовой. А вы ведь к ней пристаете. Ну что? Будем молчать? Или, может, все-таки предложим бедной девушке место стюардессы? Сколько раз тебе повторять? Либо ты работаешь, либо нет. Нет, а делать вид, что ты работаешь, не надо. Девчатка. Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Нина, вот, проверим новенькую по всей строгости. Если покажут хорошие результаты, поставим на международные. Ну, а если не очень хорошие, пойдет на внутренние. Вот так сразу? Фин, твое дело проверить, как следует. Все остальное мои заботы, моя голодная боль. До свидания. И откуда же нам какой-то подарочек прилетел? С какого неба? Ну, не подойду, так улечу. Туда, откуда прилетела. Так что, Нина Ивановна, давайте, проверяйте, что могу, что умею. А вы откуда знаете, что я Ивановна? Справки наведу? Ладно, начнем. Ну, будем считать, что проверку ты прошла. К чему придраться, я не знаю. Только надо немного похудеть вас. Да-да-да, над этим я работаю. Утром маками зернышек, три капли воды из пипетки. Я могу завтра уже приступить к работе. Отлично. Давай мы тогда сейчас оформим документы и напиши адрес и телефон. Хорошо. Я могу сама отнести. Да нет, я все равно пойду в отдел кадров. Потом, одно дело, когда ты принесешь документы, ну, человек с улицы. А другое дело, когда я принесу. Может мне помочь? Пусть учатся. Так что завтра к девяти на работу. Маникюр, прическу, я все сделаю. Да, спасибо. Спасибо. Учись. Женщина в годах, а любой из вас нос утрет. Нелесова. Вот ваше место. Присаживайтесь. Здравствуйте. Проходите. Прошу сумку. Спасибо. Здравствуйте. Побереги силы. Вообще-то мне не тяжело. Прости, не хотела тебя обидеть. Просто подумала, что в твоем возрасте что-нибудь хотите? Стакан минеральной водички, пожалуйста. Одну секунду. Извините. Туалетные комнаты находятся для пассажиров бизнес-класса в передней, для пассажиров эконом-класса в средней и хвостовой частях самолета. При разгерметизации салона над вашим креслом выпадает кислородная маска. Ровно. Прижмите маску к лицу. Кислород начнет поступать в дом. Хорошо. Что? Прекратила. Ну да, это машина. Не только тебе работать-то осталось, да? Заткнись. Идите делать уроки. Погуляйте, если успеете. Ура! Ура, ура. Когда тебя будут забирать сегодня? Не знаю. Да домой я не пойду. Это что значит не пойду? Ну а что мне там делать? Мамы нету. Папа есть. Ирина. Она так хорошо к тебе относится-то. Ну что, что такое? Мне кроме мамы никто не нужен. О боже. Ладно, потом договорим. Ой. Привет. Привет. Мим, ехала? Дай, думаю, заскочу чайку попить. Да? Ничего? Проходи. Ну давай, рассказывай, как там наше заблудшее в чужом теле овечка-то? Потише, потише. Только Никита здесь. Ну это ж... Да. Да. Там у них как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. В общем, Ирина не выдержала. Сбежала из дома. Бросила и Мишку, и Никиту. Да ты что? Знаешь, ты не очень можешь бы тебе губы подкрасить. А я знаю, что тебе поможет только этого. У тебя уже никогда не будет кула. За мной уж обе. Как же вы мне надоели. Обе. Да, у нас масса проблем. Масса. Но они все внизу. И решать мы их будем там. Понятно? А здесь мы для того, чтобы работать. Сюда идите. Первый ряд, первое кресло. Мужика видите? Это лучший друг директора нашей компании. Если ему хоть что-то не понравится, вылетим отсюда вперед собственного визга. Вы этого хотите? Хотите этого? Я поняла. Я пошла. Стоять. Иди сюда. Иди ты. Так будет лучше. Иди, иди. Что? Вот зачем? Она же ничего не умеет. Она сейчас все испортит. Зачем? Ну, глянь. Здравствуйте. Что-нибудь желаете? Может быть, одеяло? Спасибо. Ой. Здравствуйте. Субтитры сделал. Нужно? Нет. На работе нельзя. Похоже, на нашу важную шишку в надежных руках. Хотя, кажется, его больше не держат другие части тела. Ой, какой себе вид усталый. Держись. Скоро посадка. И за Ирку не переживай. У нее дар. От бога мужиками крутись. Ее такое природа создала. Шлюхами не рождаются, шлюхами становятся. Ну, это грубо. Ты просто завидуешь. Ты завидуешь, что твои лучшие годы позади. И пласта сумма-то на тебя не взглянет. Чтоб ты понимала. Да, конечно. Поживи с мое и все такое. Я знаю Ирку давно. Она хороший человек. Лучше многих. И не тебе, а не и судить. Спасибо. За что? Ну, ты как? Ты вернешься домой? Ни за что. Тебе еще раз повторить? Или ста раз достаточно? Ой, не смейте. Ты должна его отшить. Я должна? Тебе? Привет. Как красиво. Я так рад тебя видеть. Если бы ты знал, как мучительно каждый минут, проведенный без тебя. Я решил встречать тебя после каждого рейса. Да. И никаких возражений. Добрый день. Простите, вы ждете Иру. Я украду ее буквально на несколько минут. Я хотел тебя кое-чем спросить. Опять он? Сделай что-нибудь. А что мне сделать? Что, мне драться с ним? Придумай что-нибудь. Все-таки это твоя жена, или ты забыл. Послушай, ты. Руки свои убери от нее. Простите, что? А я сейчас скажу, что про прощения. Если ты еще хоть раз притронешься к ней, я тебя убью. Хорошо. Но прежде чем вы меня убьете, может быть мы с вами поговорим? Поговорим? Господи, надеюсь, их не придется разнимать. Я не знаю, кто вы. И что в действительности вас связывают с Ирой. Но я вижу ваше отношение к ним. Прекрасно понимаю. Ее невозможно не любить. Хотел мне отомстить, у тебя отлично получилось. Но зачем ты его-то мучаешь? Его зачем? Так уж получилось, что мы с Ирой расстались. Я думал, что все в прошлом, пока не увидел ее снова. Послушайте, юноша, это лирика все. Вы мне к чему все это рассказываете? Я понять не могу. Затем, чтобы пусть Ира сама примет решение, с кем она хочет остаться. Прекрасная идея. Ирочка, я надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Ира, я, конечно, думал, что все это будет совсем по-другому. Но раз уж так получилось, придется выслушать свой приговор здесь и сейчас. Ира, ты станешь моей женой? Ой, нет. Я надеюсь, ты помнишь, кто ты на самом деле, да? Конечно, помню, дорогой. Так о чем тогда вообще говорить? Ну, так иногда хочется об этом забыть. Я согласна. Да. Иди к вам. Какой ты бред. Моя Люда невеста, это у меня в голове не укладывается. Какая к черту она невеста? Она твоя жена. Бессовестная, прижива мужик с другим мужиком, а ты стоишь пень-пнем, совершенно, как будто у тебя мужик. А я-то что могу? Ну, вот я-то что? Да, конечно, ты ни при чем. Ты совсем ни при чем. Это она, она мне назло. Ой, бедный Игорек, она же его не любит. Он, он этого не служил. Кстати, насчет Игорька, а это кто? У тебя что с ним было? Любовь у меня с ним была. Любовь. Большое светлое чувство. Он меня любил и любит, а меня, меня, не ее, меня. Мила. Любовь. А со мной тогда что, это? Они там сейчас вдвоем. Они вдвоем сейчас там. Пойдешь разнимать? А ты так и будешь сидеть? Конечно. Твоя жена тебе изменяет, а тебе все равно. Мне не все равно. Совсем не все равно. Я не думал, что Люда когда-нибудь сможет мне изменить. Скажите, пожалуйста, да кто бы говорил? Если ты обо мне, я не изменял. У меня были чувства, это... Да. Вы, мужики, всегда найдете слова, чтобы отмазаться. Я не отмазываюсь. У меня были серьезные чувства. А что касается Людмилы, ты сама только что сказала, что здесь нету никаких чувств. Может быть, она просто, ну, хочет получше устроиться или тебе досадить. Ну, как-то... Ну, конечно. С таким телом шансов у нее устроиться получше. Теперь гораздо больше. Ну, так не переживай. У тебя тоже есть шансы. У тебя есть я. Нет, не так. Что? Мы же обручились. Я внесу тебя на руках. Ой, ну это же после свадьбы глупит. Какая разница? Лишняя тренировка не помешает. Ну, тогда ты надорвешься. Ты легкая, как пушинка дурочка. Ты замечательная, ты удивительная, ты моя красавица. Посмотри. Моя жена красавица. Ну, пока еще не жена. Все равно красавица. Это шейка. Эти плечи. У тебя осанка королевы. И свадьбу мы сыграем по-королевски в каком-нибудь замке. Подожди. Тебе что, важно только вот это? Мне, мне все в тебе важно. А дети? Как ты, например, относишься к детям? Ирка. Ты правда хочешь детей? Да. Правда? Я так боялся, что ты не захочешь портить фигуру. Ну, какую фигуру? Ну, при чем 10 детей? Я хочу! Я хочу 5 детей! Нет, я хочу 10 детей! Я хочу прожить с тобой всю жизнь, воспитать детей и вместе состариться. Подожди. А если я состарюсь раньше тебя? Нет. Мы состаримся вместе. И умрем в один день. А. На, на, получи, гадина. Да. Ну, ты сегодня просто зверь. У меня даже шансов не было. Извини, просто перед глазами все время это Мумра, папина подружка. Да, тяжело вам будет жить вместе. А мы не будем жить вместе. Думаешь, ради тебя отец ее выгонит? А я не думаю, просто я сам домой не пойду. Ой, я устала. Я хочу спать. Выпроваживаешь уже? А я вот венца заказал. Я вижу, пьешь один. Вот. Давай. Все. Теперь уходи. Слушай, ну неужели все так плохо? Ну, ну, как? Да, хуже не бывает. Не хочу я уходить. Не могу я тебя одну оставить в таком состоянии. Ты знаешь, что я подумал? Раз уж у нас будет десять. Чего? Детей. А? Предлагаю начать прямо сейчас. Ой, как сейчас? Хорошо. Миша, уходи. А? Уходи немедленно. А что случилось? Знаешь, я так счастлив, что даже не могу в это поверить. Угу. Я тоже. Пожалуйста, возьми трубку. Возьми трубку, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Пусти. Ну, вдруг что-то важное? Да? Алло. Это я. Надо поговорить. Приезжай ко мне. Кто там? Это важно. Знаешь что? Мне пора идти. Мы все с тобой успеем. Я приду завтра. Ира. Ира, подожди. Ира. Ира, подожди. Ты, может быть, объяснишь мне, полиция? Устал что-то. Никита, давай-ка собирайся домой. А что с лицом-то? Сам на себя не похож. Угу. Чай? Нет, спасибо. Слушай, ты про этого, про бывшиного, Ёлькиного хахали слышала? Ну? Богатый такой, симпатичный. Ну, ну. Что ну? Что ну? Людка за него собралась замуж. Моя жена за него замуж. Это бред. Это какой-то... Это кошмар какой-то. Тсс. Конечно, бред. Конечно, кошмар. Конечно, бред и кошмар. Вот тебе с малолетками путаться. Это нормально. Что с тобой разговаривать? Ты все равно будешь всегда на ее стороне. Милый друг, я что-то не очень понимаю. В чем дело? Почему не собираемся? Я домой не пойду. Опаньки. Это что за новости? Там чужая тетенька. А я хочу, чтобы там была мама. Что ты здесь делал? Ты ее выгнал, да? Позволь мне с тобой эту тему не обсуждать. Встал и пошел быстро собираться. Нет. Никита хочет знать, что происходит. Он имеет на это прав. Вы думаете, раз маленький, то глупый? Дети все прекрасно понимают. Может быть, даже больше, чем вы, взрослая. Я с вами абсолютно согласен, юная леди. Тем не менее, юноша, давай собирайся быстро. Нет. Пусть придет мама. Не придет твоя мама. Не придет. Да я же успокоюсь. Иди сюда. Иди, иди, иди. Я не знаю, что я сейчас делаю. С ума сошел ты, скорый. С мамами своими разберись сначала. Ребенок у него виноват. Здесь останется Никита. Вот когда у вас успокоится, тогда заберете. Ребенок у него виноват. Давай играть в такую игру. Каждый из нас загадывает свое самосокровенное желание, а второй пытается отгадать. Давай. Ты первая. Загадала? Да. Твое желание связано с местом, с вещью или с человеком? И с тем, и с другим, и с третьим. Ты хотела бы отправиться вместе со мной в кругосветное путешествие на какой-нибудь роскошной яхте? Ну, это тоже было бы неплохо. Но я загадала совсем другое. Я загадала, чтобы мы с дядей и братом переехали, наконец, из коммуналки в большую, хорошую, красивую квартиру. Вот так. Теперь ты. Хорошо. Загадала. Твое желание связано с местом, с вещью или с человеком? С человеком. Я его знаю? И очень хорошо. Это я, что ли? Да. Ты хотел бы отправиться со мной в кругосветное путешествие на роскошном корабле? И это тоже. Но я загадал не это. Я загадал, что хочу прожить с тобой всю жизнь и никогда не расставаться больше, чем на несколько часов. Я очень люблю тебя. И никогда не буду любить никого другого. Клянусь. Люда, ты где была? И, ну-ка, быстро рассказывай, что у тебя там с этим, как его, с Игорем? Не твое дело. Что значит не мою? Ты моя жена или кто? Я твоя жена. Да. Вот. Вот это вот. Твоя жена. Мне кажется, я на нее совсем не похожа. Так ты есть, но... Никаких. Но между нами все кончено. Понятно? Совсем совесть потеряла, да? Загуляла, да? Понравилось с молодым крутить. Ты не забывай, что у тебя, между прочим, ребенок. Да. Да. Ты думаешь, ты знаешь все мои слабые места? Думаю, что знаю все. Игорь достаточно богат, чтобы позаботиться и об Омне, и о Никитке. Мы будем жить все вместе, втроем. Да. Да ты совсем опалоумела. Никитку тебе никто не отдаст. Забудь об этом. Не ори. Я что-нибудь придумал. Понятно? Рано или поздно Никитка поймет, что я его мать. А нет, значит, я расскажу нам все, как было. Ты? Ты? Стерва. Богатливая стерва. Я люблю Игоря. Ты любишь, Игоря? Да. Ты любишь, Игоря? Да ты свое давно уже отлюбила. Какая любовь. Ты же вспомни. Ты же с утра до ночи по хозяйству. Ты же как енот по лоскум. Все время что-то катаешь, варишь, паришь, стираешь, гладишь. Ты бы лишний раз пошла себе лучше. Маникюр сделала. Мне больно. А мне плевать на твои душевные страдания. Ты все равно не сможешь выйти за него замуж. У тебя все есть. И муж, и семья, и сын. Нет у меня ни мужа, ни семьи. Потому что ты у меня все это отняла. Сына я себе верну, а ты... Ты хотела жить с Мишей? Вот и живи с Мишей. И не дергай меня больше. Игорь! Ну, наконец-то. Поехали. Ты знаешь, куда я тебя повезу? Нет. Мы поедем покупать тебе платья. Платья? Да. Мы же обручились. Ты забыла? Здравствуй, это я. Я поняла, привет. У тебя все хорошо? Да. Нам необходимо встретиться. Если сегодня, то я не могу. Я приняла важное решение. Важное для тебя, для меня, для Никиты, для всех. Надо это обсудить. Надо немедленно встретиться. Ну, хорошо, через пару часов. Ну, Игорь, ну, давай поговорить. Вообще-то нет, через часа три-четыре. Встретимся, но ненадолго. Хорошо. Через три часа. У тебя. Какие модели, какие ткани. А линии, они безупречны. Мы эксклюзивный салон, поэтому сотрудничаем с самыми лучшими модельерами. С нами сотрудничает даже... Да вы что? Да. Но это очень, очень дорого. Мы эксклюзивный салон. Часто, по желанию клиента, мы можем вшить в корсет, например, бриллианты, расшить золотыми нитями. Простите, а можно вас... Да. А ты не смотри, тебе нельзя. Мне нравится вот это. Ничего, платьица, но, по-моему, несколько простовато. Да. А мне нравится. Все слышу и не смотрю. Ир, если выбрала, возьми и померяй. Можно? Бери платье, а то сейчас как увижу, как посмотрю. Ушла? Да. Знаете, у нас есть модели поинтересней. То платье, которое она выбрала, оно несколько простовато. Вы знаете, если моей невесте понравилось, значит, берем его. Я понимаю вашу забочность, но деньги мы сможем потратить и другим способом. Что, кроме платья, вы предлагаете для свадьбы? Да. Может быть, ты померяешь его специально для меня? Я ведь тебя так в нем и не видел. Ты что? Ни в коем случае жених не должен видеть невесту до свадьбы в платье. Это очень плохая примета. А я не верю в приметы. А зато я верю. И вообще мне пора уходить. Ну, как обычно. Я приеду вечером. Хорошо. Алло? Да, это я. И что это так срочно? А нельзя это перенести на другой день? Хорошо. Хорошо, да, я буду. Всего доброго. Ирочка, мне нужно срочно бежать. Я буду занят до вечера. Постараюсь освободиться как можно раньше. Тогда позвони мне, как освободишься, и я сразу приеду. Нет. У меня есть идеи получше. Помнишь, я когда дарил тебе уже такие? Да. Так вот, теперь у тебя и будет двое. Я хочу, чтобы ты сегодня же переехала ко мне. Так что как освободишься, сразу сюда. Я не могу жить без тебя ни минуты, ни секунды. Какое счастье. Какое счастье, что ты взял и вот так вот появился в моей жизни. Я так много нового узнала. Я же раньше ничего не знала вообще, понимаешь? Не понимаю. Но я безумно, безумно счастлив. Тебе пора бежать. И застегнись, пожалуйста, а то продуют. Хорошо. Миша сказал, что Никита пока поживет у Галины. И это к лучшему. Потому что матери нет, а отец пьет. Давай по существу. Что ты хотела? Я решила выполнить твою просьбу. Я поселюсь здесь. И буду матерью для твоего сына Никиты. Хорошо. Это все? Нет. Мы с тобой заключаем контракт. Взамен. Ты будешь присматривать за моими родственниками. Легко. И еще одно условие. Ты расстаешься с Игорем. Нет. Да. Когда я должна это сделать? Сразу же. Как только мы подпишемся. Ну, это очень быстро. Мне надо подумать. Ну, думай. Думай, думай. На что ты согласна ради ребенка? Если я правильно понимаю, вы обязуетесь быть женой человеку, которому уже являетесь женой, а также матерью собственного сына. Верно? А вы обязуетесь заботиться о своих родственниках? Да. А еще отменить свадьбу и порвать отношения с неким. Да, правильно. Все правильно. Давайте сюда. Где подписывать? В моей практике это впервые, чтобы жена обязалась быть женой и матерью. Подписывай. Как только подпишешь. Я сразу поеду в школу, заберу Никиту, отвезу его домой. Он больше не будет мотаться по чужим людям. Ты пришла. Знаешь, папа меня послушал. Я сказала ему, что пока ты не придешь, то я домой не пойду. А если бы он меня не послушал, то я бы вообще куда-нибудь сбежал. Ну что ты. Какая глупость. Не надо никуда сбегать. Все будет хорошо. Знаешь, я больше никуда не денусь. Людмила Борисовна. Кажется, сейчас кому-то попадет. Отпелка. Как кто? Моя лучшая семьяца. Да, я вас слышу. Хорошо, что вы пришли. Пойдемте в класс. У меня к вам с Сережой скомолоком. Прошу, а ты подожди за дверью. Как стадии, что вы пришли, Людмила Борисовна? Нам с вами нужно серьезно поговорить. Прошу вас, садитесь. Ну, мы с вами взрослые люди, поэтому буду говорить с вами без обиняков. Успеваемость и поведение ребенка очень зависит от атмосферы в семье. Ну так. А что? У Никиты что-то не так? Вы знаете, мальчик совсем отбился от рук. И извините, что я касаюсь этой темы. Вам нужно поскорее наладить свою личную жизнь. Хорошо. Могу идти? Нет, если позволите. Я наслышана о вашей, ну, семейной ситуации. Я сама женщина в возрасте, в Бальзаковском. И сейчас буду говорить с вами не как учительница с родительницей, но как подруга по несчастью. Вот я вижу, в последнее время вы стали следить за собой. Маникюр, прическу сделали. Не понимаю, какое отношение моя прическа имеет к учебе Никиты? А я просто хотела дать вам пару дельных советов, как нужно вести себя со своим мужем, чтобы он не бегал, молоденький. Стоп! Подруга по несчастью, в Бальзаковского возраста. Я не понимаю, в чем проблема. А вы мне не сказали. Если нет своей личной жизни, ты не наставать можно чужую личную жизнь. У Никиты нормальная семья. И он вообще очень хороший мальчик. А если ты будешь совать нос в чужую личную жизнь, то я сделаю так, что твоя карьера прервется на самом пике. Понятно? Разговор о конечке. О, ты что делаешь? Подслушиваешь? Мам, ты стала такой крутой. Да. Да. Мам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо Пока Красивая Только это не ты Тело чужое Платье чужое Мужчина чужой И любит он не тебя Так что никакой свадьбы не будет Ничего не будет Субтитры сделал DimaTorzok А я завтрак готовлю сам Я теперь хоть каждый день могу Завтрак, обед и ужин готовить Чтоб ты не уставала Игорь Ты проснулась? Я готовлю завтрак А на платье не проедет Я не смотрел Ну может быть Чуть-чуть Игорь, нам надо поговорить Очень серьезно А ты уже не в платье? Нет О чем таком серьезном ты хотела поговорить? Ты забыла спрятать платье Это просто дурацкая примета Это просто платье Нам и правда надо поговорить Ты очень серьезно Это по поводу свадьбы? Да Я сделаю все, как ты захочешь Правда? Угу Мам, ну что, вкусно? Угу Да, очень вкусно А почему ты не ешь? Съем Мне надо позвонить Чего? Позвонить мне надо Алло Да, да Это я Ну что? Ты ему сказала? Да с кем ты все разговариваешь? Выбрось этот телефон Ты рядом с ним? Ты меня обманула А это, это, это номером ошиблись Так Вот стерва отключилась Извините А где же мой завтрак? Вот он Надо остановить это Я заставлю ее выполнить С этой чертов контракт Заставлю Знаешь, что я очень давно хотел сделать? Покормить тебя, как маленького Прости, что? Покормить, как маленького С ложечки Игорь, ну давай, может быть, как-то я все-таки сама Это что? Это очень вкусный фрукт Так, Игорь, подожди, мне надо тебе сказать кое-что Вот ты поешь и все мне скажешь Давай ложечку за тебя Нет А за меня? Это вкусно Вот Молодец А за наше счастье? М? М? А за наших детей? М? За наших детей? Угу У нас будет очень много детей Девочки будут похожи на тебя А мальчики будут похожи на меня Вкусно? Это был самый лучший завтрак в моей жизни И у меня тоже Теперь так будет всегда А что ты хотела мне сказать? Рассказать? Ничего Так, не открывай Хорошо Я сейчас Здрасте А вы кому? Вы, простите, кто? Я вот Я Ее подруга Вот И я пришла спросить Она сказала тебе? То есть Она сказала Вам Что хотела сказать Хотя видно Что она ничего не сказала Так, Игорь Ты сейчас не слушай ее Сейчас она будет Внести Всякий бред Про контракты Про обмен телами Про всякую мистику Это она так шутит Нет, никакой мистики Просто я могу рассказать Почему она бросила тебя в прошлый раз Игорь, пожалуйста Не слушай ее Хорошо? Хорошо Хорошо, только не успокойся Я попрошу вас уйти Твой отец Заплатил ей Чтобы она тебя оставила Она взяла деньги Продала вашу любовь Я Я Ты Продажная тварь Больше ничего Всегда любила только деньги И с тобой закрутила тоже Только из-за денег А потом ей предложили Отличную сделку И она согласилась Вот и все Субтитры сделал DimaTorzok Это правда Игорь Я тебе сейчас все Объясню А Нечего объяснять И так все ясно Ничего не прибавишь А ты Ты понимаешь Что я чуть с ума Тогда не сошел Все думал Почему отец так изменился То с утра Дона Чепелила меня Жениться нужно На девушке своего круга А то вдруг Как отрезала Я тут дурак Думал Он все понял А оказывается Все так просто Игорь Это не я Это не отец Тогда изменился А ты Исчезла А когда я тебя Снова нашел Сделала вид Будто я тебя так обидел Что простить невозможно Послушай пожалуйста Я все тебе Сейчас объясню Уехал в Лондон Чтоб заплыть Чтоб с ума не сойти Не помогло Все почему ты себя считал виноватым А оказывается ты меня просто Продала В самом пошлом смысле этого слова А может быть надо было прийти Все рассказать Ладно Ладно Все Останемся по-хорошему А то наговорим сейчас друг друга Всяких гадостей А я этого очень не хочу А я ведь тебя Я ведь тебя Очень любил И готов был сделать все Все чтоб ты была самым счастливым человеком Ненавижу тебя Галь Люда не у тебя Не у меня А что Маш Ты и Людмилу Как ты последний раз видела Не помню Паш А Ирка не дома Нет Она часто не приходит домой А сегодня вообще странно тебя вела Поругалась с нами И ушла Сказала что вообще сбросится с моста Но это она пошутила наверное Sorry The phone dial Is not answered For the moment Please Call the dial Later Субтитры сделал DimaTorzok Люда Ты что надумала Уходи Не хочу чтоб ты это видела Ой как глупо Покончить с собой Самая большая глупость жизни Знаешь что Я сама буду решать Что мне делать со своей жизнью Да ты не можешь сама Потому что ты не одна Это мое тело Ой Ты прыгнешь Я тоже умру А я хочу вернуть его себе Вернуть чтобы жить Жить как прежде Люда Ой я боюсь Людечка не надо Пожалуйста не надо Ты прыгнешь ПЛАЧЕТ СИРЕНА ПЛАЧЕТ 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 Пойдем. Спрячемся, когда вы уйдете. ПЛАЧЕТ Та голова кружится. Никогда в грозу не летала. И что в таких ситуациях делать? Можно я здесь посижу? Нельзя. Отнеси воды. Там пожилой мужчина с девочкой просели. Так, надо пассажиров чем-то отвлечь. Может быть мы обеды пораньше разнесем? Да? Как ты себе это представляешь? Мы же набираем высоту. Ну что, Нина, как думаешь, успеем проскочить? Куда проскочить? Куда проскочить? Мы набираем высоту, чтобы проскочить в грозовой фронт. ПЛАЧЕТ 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 А? Нормально. В наборе. ПЛАЧЕТ Что это? Что это такое было? Отказ третьего, четвертого двигателя. Иди к пассажирам. ПЛАЧЕТ ПЛАЧЕТ Маша, созабей св boats. Что случилось-то? Д sensations, нет, друзья. Все в порядке. Займите, пожалуйста, все свои места. Мы попали в зону турбулентности, это временно. Освободите проход. Я прошу вас, освободите проход. Я не хочу умирать. Замолчи, Спаси. Жизнь, Жизнь, мы куда? Пассажирам, быстро. У нас все в порядке. Телефон на горячей линии для тех, чьи родственники могут оказаться на этом самолете. В настоящее время капитан лайнера Михаил Нерисов принял решение продолжить полет по круговому маршруту, чтобы... Здравствуйте. Я хотел бы знать, есть ли в составе экипажа этого самолета Ирина Скворцова. Ирина Юрьевна Скворцова. Стердесса. Миша, убирай скольжение и держи крен. Плохи дела. У нас стоим в том горючке. И всего два двигателя работают, чтобы их сжечь. Что там в салоне? В салоне, паника, там не Нина и Татьяна. Ромео Лима, 351, на связи. Что у вас вышло? Отказ третьего и четвертого двигателя. Не могу удерживать высоту. Прошу разрешения на возвращение в аэроборт вылета. У вас понял. Я знаю этого диспетчера. Это Гена. Миша, дай мне, пожалуйста, выйти в эфир. Вон отсюда! Пожалуйста, я прошу, чтобы ты передал сообщение. А с галюардессой Скворцовой Ирины сообщение Игорю Королеву передать. Пожалуйста, я прошу тебя, Миша, передай. Вон отсюда! Вон! А если с нами что-то случится, это будет моя последняя злова. Передай, пожалуйста. Я хочу, чтобы он сказал, что я его люблю. Ну, пожалуйста, Миша! Ты все сказала? Да! Вон! Я люблю его и всегда любила. И буду любить, ты понял? Ромео Лима, 351, ответьте. Запрашиваю фактическую погоду и давление аэродрома. Ромео Лима, ты... Зараза! Ну-ка марш в залон! Принимай управление. Пойду посмотрю, что там. Принял. Люба! Ну, не расписай, прошу тебя. Соберись! Не берите, пожалуйста, только нечестно. Это 8 половечек. Люточка, милая? Ну, прости. Видишь, как судьба... Судьба и убрём в месте. Ой, спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»